так сейчас я добавлю ее в турик и погоним ну все, ребятки все готово, сетку добавил сейчас ее перетяну, вам покажу сейчас сразу посмотрим куда бы нам ворваться порезче бы вот так, не рази мне корр касс здесь, струндир ждет минделя глебеша вот, хеллрайзер с хольниганом матч, так, сосиска так, антруклифимик, арктурчик здесь идет матч против сереги 3дб, вот здесь присутствует, вот как он вердос, холли кепи солник, опа, вот вердос говорил, сейчас сол не очень как его типа в чатике сильный игрок, вот и посмотрим мы вот здесь, вот как раз таки вердос с солом встретится в этом туре ниже Ваня и браток тут, кстати, присутствует браток с димагой кстати, возможно, будут играть сейчас скоро на, куда-то врываться не знаю, куда давайте резко стартовать как бы и куда-то врываться я не знаю, правда, куда это делать как, че, как дорога, гал, хелл рейзера, но если успею прыгну так, ну что же, ждем начало это БО-5, да, это самая лучшая пара, наверное, которая здесь есть, Хулиниган хвастается, что 5500 хулиниган жаловался, что ой, не жаловался, простите, хвастался, что он 5500 набрал ММРа недавно, по-моему вот, а я ну а хелл рейзер уже признанный топчик как бы в СНГ, ребятки, как тут не крути вот, это один из лучших украинских игроков да и в СНГ, в принципе, тоже очень хороший процесс вот, Аниган у нас тиранчик, и куда это он поехал-то опа-на это прокси-барак какой-то не знаю, что это за барак, правда, будет посмотрим, ребят вот, сегодня у нас, видимо, без матча за третье место, почему-то призовой не такой высокий, буквально за день до турнира он был анонсирован то есть, как бы, вот так так так, вижу, что-то происходит у меня тут что у меня тут происходит опа, пятищечка прилетело, да, говорите Роман Михайлович 500 на Сбер присылает спасибо за стримы, ребят сейчас неудобно, из игры стримлю всех добавлю вы можете поддержать как и этот турнир так, ребят, помните, что вот сумма на 14 апреля на самом деле она очень большая которая нужна для проведения турнира и с этой суммой, на самом деле еще только 35 рублей будет призовой фонд как бы, ну, то есть а хотелось бы его побольше потому что 30 тысяч будет стоить снять, как бы, клубак но он крутой, реально, да, там со сценой, со всеми делами вот, оттуда я и буду стрим вести соответственно из вип-комнатки там короче, с этими моментами всеми разберемся но нужно, важно очень собрать до этого времени призовой фонд нужно учесть, что еще если в марте, там у меня есть заработка хотя бы 20 тысяч каких-то ну, то есть то в апреле-то вообще ничего нет поэтому, как бы желательно уже до апреля бы собрать эту сумму как бы, ну, я не знаю будет веск будет, как бы много турниров и... вот короче, будет все нормально я так думаю, вообще так я и Грюниган а, Ниган пасти как ниггер ну, вот ну, ладно Ниган так Ниган пусть будет Ниган я не так, да, говорю короче, тут что-то от Hellraiser ази вот прибежал и кабину поломал такую я рифму могу сделать ну, сейчас циклон вышел, правда против циклона этот братан уже ничего не сделает надо уходить им, я думаю отсюда вон ну, можно было бы бежать, как мне кажется пытаться то есть если бы сталкеры вот эти они-то сюда идут то есть Зила где-то до сюда добежал здесь-то они его могли встретить смотрите, он до сих пор живой тут Елебров живой вообще да, кибернет правильно ты пишешь облучил реперкатов а здесь упа сюрприз а что здесь пацан-то выжил а какая разница сука, у него хп для скорости взлома депошечки той же, например а скорость взлома депошечки большая здесь так, циклончики вперед здесь три сталкера еще одного перехвата у циклона один падает из них правда сразу медиваком пытался Ниган спасти сталкера не у этого циклона простите, не получилось ничего вообще так так хав декатов на твиче такая фичка и есть вообще вот как называется клуб Илюх сегодня скидывал блин я ну мне некогда сейчас искать ТРЦ авиапарк там какой-то вот в нем рядом с медиамарктом там короче тоже вот в том же здании короче и как я понял то есть просто он более там такой как бы прикольный как Илюх сказал Куда ты летишь? Два циклона въезжают даже не в стройку. Они просто... Они въезжают в стройку на копейки просто. Старый ржавом ведре. Вот реально, короче, никто не выживает вообще ни разу. Минус два циклона, минус весь Харас, короче. А ведь у Нигана хорош... Вот прикиньте, смотрите на лимиты. Это учитывая, что сейчас улетело восемь лимитов никуда. Циклон три же лимита, да, насколько я помню, им занимает. То есть... И медиваг восемь лимитов, плюс он бы здесь еще напрягал, плюс у тирана рабочих больше. То есть он круто развивался здесь. А у Хеллрейзера-то фактически только блинк есть здесь. Ну, блинк очень важен на этой стадии, бесспорно. Но тут вопрос в другом, что мог бы сейчас Хеллрейзер хоть урон получить, а в итоге он никакого урона абсолютно здесь не получит. Добил да похуй, добил КСМ-ку. Но видно, что Хеллрейзер на опте просто тянет и все. Так, еще минус Марик. Танк Сиджитса минус сталкер. О, да, минус сталкер. Я вот не понял, зачем Ниган Диздапо нужно было. Вот этот вопрос, конечно, открытый до сих пор. Зачем ему ставить в рог, всего вопрос. Там две фарши пошло, Ухеллезер. Пытается третью ЦЦФу напрягать. Ну, Ходи с талкерами были фугасов. Вот этот точно бы никуда не делся. Так, ну 1.1 Грэйдэ. Инвизные бандши, три баорака, стим-щиты. Они лучше ли было медеваки сделать? Сейчас бы выходом можно было нормально понапрягать. Банша, конечно, это очень интересно. Но там есть опс, как бы. То есть сейчас банша не зайдет. Это такое отставание для тирана будет. Сталкеры с блинком плюс опс, как бы, смысл вообще. А вот выход танки, мародеры, мальки на хорошем тайминге с медеваками. Это могло бы зарешать бы, на самом деле. Так. Да не, не геймер, стадион, наверное. Я не знаю, какой. Я хз, короче. Может быть, и он хрен знает, короче. Просто мы там не весь конч его будем занимать. Там только компики на сцене, как бы, один вип-зал, типа, вот. А вот Илюха, короче. Пришел он, да, говорит. Прилетела Банша от Нигана. Смотрите, начала работать. Два рабочих минуса в итоге. На мейн сместиться. Нифига там, правда, не смещается. Тут как раз под 1-1 Ниган приходит. Куда ты лезешь, братан? Ты чё творишь-то, Зила? Ты идёшь вперёд? Есть же Стим. Стим прожат. Сталкеров танк фокусит. Сзади приходит прирост. Ну вот разложись ты танчиками аккуратно. Блин, так бы круто сейчас всё было бы. Танки раскладываются абсолютно неаккуратно. Ещё 1-1 тайминг подъехал. При этом всё, ну до сих пор у Нигана лимита больше. Самое удивительно. Ну тут уже Хеллрайзер погнал беднягу домой, как бы. И тут танки отдаются. И не деваки на муви сливаются. Зачем он здесь стоял, непонятно. Короче, здесь всё очень плохо, прям. 2-2. У Хеллрайзера здесь первая атака заказа. Не, ну здесь всё ясно теперь. Теперь уже точно всё ясно. Несмотря на близкие лимиты, несмотря на рабочих равное количество. Просто смотрим на грейды, на то, что тиран делает. У него армии почти нет. Он какой-то дробь полетел делать, как бы. Ну плохо здесь всё, очень плохо становится. Прям нереально. У Хеллрайзера. Причём полетел вдруг прям под обсержем Хеллрайзера. То есть Хеллрайзер выдвигается ловить. Ну, кстати, не поймает. То есть он думал, что он прям вот так вот будет лететь. А там облёт произошёл. Опа, и не нашёл, да, не нашёл. Смотрите-ка. Вот он, дробчик, летит. Сталкеров часть Хеллрайзера реколят. Часть оставляет, кстати говоря, прикольно. Ай, чудом ушёл, медилак. Так, надо ловить идти, смотри. Надо ловить. Тут видно же, куда летит. Вот эти-то чё стоят. Здесь бы как раз и подловил бы. Реагирует Хеллрайзер. Да как-то поздно он реагирует. Он уже улетел там от медивак. Если Блинк закадешится... Да, закадешился Блинк. Всё равно поймал всё-таки в итоге. Но он понимал направление, собственно, движения. Куда улетать будет Ниган. Поймал, короче, медивак. Всё было изи. И всё было чётко. Так, здесь вторая атака. Третья сразу заказана. Будет 3-3. Видимо, вообще сразу Хеллрайзер делать. Не, ну, по грейдам для тирана просто катастрофа здесь, конечно. И это печально очень. То есть, не даст ему даже близко здесь за игру зацепиться, скорее всего. Гост Академия там у террасика пошла на 3-й базе. Подкапливают лимит. Кстати, самое интересное, что Хеллрайзер, как бы, ну, с полями, это он вообще не сильно впереди тирана, как бы. И, казалось бы, можно биться. Но вот если, кстати, Тиран 2-2 сделает гастов, то ещё, может быть, и можно будет побиться. Но я думаю, Хеллрайзер сейчас уже активнее начнёт намного действовать. И это приведёт к плохим последствиям для тирана совсем. Ещё один навар. Призма полетела. То есть, просто сейчас Зилл-то на 2-2. Уже 3-3 скоро будет. Если Зилл-то на 2-2 на мэне очутятся сейчас. Хотя бы 8 штук, они там очутятся, как ни крути. И там просто рано нечем их будет отбить. Сканы постоянно их вот-то идут. У кого он сканит-то? И куда? И на 4-ю, и на 3-ю. Везде, короче, сканы какие-то прям. Гасты выходят, кстати, со скином даже с кем-то. Но куда они идут? Они идут на точке сбора. То есть, интересно, какой-то скин такой. Кто это такие вообще? Какие-то хитрые гасты. Так, копаются. Тут мины поехало, короче. Все, вперед, ребят. Пошла мясня конкретная. Ой, как же тут все рэжут Зилл-то просто. Тут какая-то вообще вырезание просто идет. Дробчик. Неплохо нечем вообще встретить его, к сожалению, в гробку. Но для пробки, к сожалению. Но, блин, дело в том, что этот дробчик не зарешает ничего в итоге. Потому что здесь блок убивается все практически без потери. Арфоны живут на смешных каких-то хп, но живут. Так, да, варфы идут. 3-3 подбустил у нас Хеллрайзер. Сейчас 3-3 грейды подъедут. Короче, вторая карта нам, похоже, здесь понадобится. И... Какая она будет, я вам сказать, не могу, это вторая карта. Но... Думаю... Лучше матча мы не найдем в первом туре. Потому что здесь хотя бы Ниган наказывает сопротивление Хеллрайзеру. Думаю, могут быть не очень равны и пара другие у нас, получается. Когордис. Ну все, дожим пошел Минус Либераторы Зилоты прыгают, там Тиран на ХГ Ушел, конечно, но Но ГГнщик, ребят ГГнщик, 3-3 грейды И там поля уже даже Хеллрайзер делают, слишком решают эти грейды Так, касса Нигмы у нас Кстати, определился оппонент Вирдос Холик ЮПИ 2.0 Выиграл Ждет уже Ну фактически Только Блая-то и нет у нас Мината, очень жаль, конечно Но Пацанам надо сегодня улетать Короче Вот Навеск Где я им желаю удачи Вот Побеждать Наказывать Нагибать Там и т.д. всех Вот Будем за них болеть мы Когда он начнет Смотреть его будем Ну а что делать И нам еще остается В данной ситуации Кроме как поболеть Хе 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так, ребят Hellraiser 1-0 Все, я вернулся к вам Здесь у нас какой-то странный билдошник Прокси-барак Видимо, с прокси-фактой Даже будет Ниган решил, короче, что По-другому никак ему И не победить что-то похоже Этот уже олынище какой-то пошел, по-моему Жизнь за айу! Так, цвета... Ну, за тут за цветами особо я не следил, ребят Опа, минус репер, причем на зилоте бы лодан Так вообще дела не делаются, что называется Вот Потом в полуфиналах где-нибудь, когда будет уже там самые ответственные пары Там буду просить цвета менять Ребят, вообще Извиняюсь, отвлекся, там сетку Поконтролил немножечко, вот Все будет нормально Все будет нормально Короче Опять какая-то скилловая депуха здесь Прям вообще непонятно, зачем она здесь находится Как бы Пробка уезжает домой Nexus строит Hellraiser Stalker есть Варп делается Делается Старгит Пробок, правда, не строил сейчас заново Начал строить Hellraiser Ну, все нормально у Пробца Все работает, как бы Я бы сказал, даже у него все хорошо Рипера на халяву отбил фактически Вот, ребят Все нормально сейчас Просто, ну, получается, я же, как бы Должен следить за всем Тоже стараться Юре помогать Поэтому я иногда отвлекаюсь Лучше на ранней стадии это делать Потом у меня уже возможности Это не будет делать Этого, как бы, такая, там, решающая стадия Уже начнутся Турика Вот Так, полетел Оракул полетел Да, он полетел Тирану понятно Просто здесь Цецейх второй нет Что интересно Будет делать в связи с этим Hellraiser Он пролетает Видит, что Цецейхи нет Видит Баншу И за ней просто прицепился И все Так, запись GSL есть только на GG Они и бывают всегда только на GG Она нормально работает Абсолютно Я смотрел ее уже Проверял, что она работает Кстати, дайте-ка гляну сейчас Все работает вообще идеально Сразу стартает Стартует Сразу скалит там появляется Просто Ну, а ты мне говоришь Тут какие-то сказки Так Развивается Ниган дальше Три барака Две славы Еще грейдики пойдут Так Так С Цеха перелетает Садится Так Банша прилетела Нет бы сразу пробок Чтобы начать шатать У Нигана получилось Ударить три раза по пилону Зачем-то Непонятно зачем И в итоге Банша просто Превращается в груду металлолома Фениксами С оракулом У них прикольный, кстати Скин такой У этих фениксов Я вам скажу Ничего такой Так А здесь Цеха добывается Все строится Щиты уже есть Стим тоже Сейчас подъедет Первые два Медивак Сейчас подъедут Грейды отсутствуют А у Хеллрейзера Уже броник Будет точно Скоро У Хеллрейзера Будет восемь гейтов У Хеллрейзера Будет феникса С оракулом То есть Будет ревелэйшн И можно будет Ключевых юнитов И он будет Чем поднять Короче Так Я не понял С кем там Димага Где играет И кто кому ГГ написал Я чуть не понимаю Да Ты как бы Со знаками Припинания Или объясняю В чем проблема Уже не очень понятно Что там Зерк играя С димагой И он написал ГГ Ничего Ничего Так Феникса И минки Подняли Оракул Улетел Конечно Зелки Идут вперед С мариками Бит уже Начинается Иган Кстати Бьется Неплохо Марики Уже там Фениксов Пытаются Ворваться Минус Сынтря Но Ни одного Медивака Ничего Вообще Там нет Чем бы Прикрыть Все это Дело Как бы Вот еще Прыгают Делки Вперед Мариков Порубили Всех Но это ГГ очевидно Да Там уже Вторая броня Делается У Холлрайзера Все плохо Все очень плохо Здесь Я бы сказал У Тирана Вункера Нет даже Ну Холлрайзер Не идет Вперед Он бы вот этой Мог бы Пойти Сейчас убить Фениксы Быстро Все прилетели Наподнимали Там еще Минок Даже этих Двух Не было Поначалу Так Пилончики По периметру Хорошие Ну это Правильные Пилоны Их вообще Пораньше Надо ставить Вот так Именно Чтобы Контролить Ну в мейн Так Двухчик Прилетает Здесь Давай Здесь Какой-то Вообще Да Что Есть Внимательность У Холлрайзера И он Видя этот Двух Уводит Сейчас Просто Рабочих Минка Что-то На ХГ Сюда Копается Куда Она Зачем Она Вообще Сюда Копается Ну кстати Не достает Вообще До Минеральной Линии Кстати Если бы Сейчас По сталкеру Она бы Вбомбашила Вот эта Минка Вот и он Сюда Отошел Мог быть И сталкер И рабочие Погибнут Фениксы Вернулись Здесь Минус Все Сразу Четвертый Никс Сухой Рейзер Уже Пробки На Мэйн Возвращаются Возвращаются Так Минус Рабочие Фениксы Прилетели Ниган В это время Пытался Здесь Что-то Там Поддавить Как-то Ну тут Минок Много Но Био Крайне Мало И Ловить Тут Нечего Особо Кстати Даже Тулетки Нету Тирана Можем Сюда Залететь Попробуй Сойте Сойте Здесь Либератора Два Прилетают Даже Сиджится Либератор Еще Минки Еще Био Уж Та Опасные Блин Я вам Скажу Минки Залп Сделали Тааак Фениксы Прилетели Фениксы Закрошили Все Слушайте Тиран Здесь Еще И Неплохо Дерется Даже Я вам Скажу А Ведь Мог бы Еще Лучше Драться Даже Если Б До Этого Контролил Получше Бодовар Сталкеров Идет Феникс Пытается Медиваки Сбивать Фениксы Все Падают Сути Морики Со Сталкерами Нормально Схлестнулись Здесь При Тем При Тем Что У Продс 2 1 Грейда У Тирана Только Одна Атака Тиран Умудряется Давить Лимита Боего Больше Неужели Ниган Хеллрейзера Сейчас Будет Перебор Нет Выходит Колосс Колосс Им Уже Тяжеловат Будет Да Вар Дил Это Гигантский Все Просто Улетает Здесь На Сталкерах Ничего Не Ушло Давил Давил И Тут Почти Почти Застрелил Все Своими Мориками Ниган Но Не Хеллрейзер Не готов Проигрывать Так Рано Зачем Как Говорится Так Куда Там Что там Култи Ждет Давайте Прыгнем Туда Посмотрим Сейчас Братух Там Ждет Вирдо Ждет Касса Нигма Где-то У нас Тут Есть Начали Ли Они Играть Интересно Мне Так Култи Там Золотой Щел Он Говорит Да Касс Играет Короче Сейчас Что-нибудь Мы Выцепим Быстрим Димага Отписывает Вижу Что победил Сво первого Оппонента Сейчас Где маги Пойдем У него Далее Браток Может быть Кстати Говоря До новых До новых Семь А Семь У Кулсичел что-то не создать, не зайти не может. Что-то странная какая-то хрень. Что-то странная какая-то хрень. Президент Пивпа, Фоллинджер, которые в первый тур не сыграли. Но вполне возможно, что действительно они играют до сих пор. Не разница, кстати, Касса и Энигма уже победителя ждет. Да. 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 Добренье. Продолжение следует... 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 так и 4 барак подъехал ксм к застроилась между бараками но это шанс для нее прожить подольше почему с королевы но нам и не есть королева что-то она димагой прав не выводится пока что дроны куда-то далеко-далеко поехали в димага едет так далеко не понимаю одного марика уничтожил дачку так лик начинается странный хватит ли здесь рабочих я вот не уверен здесь может просто резов не хватить по моему с эти королевами димаг даже не делает трансфюзом хочет чтобы по 50 энергии было здесь и не будет по 50 энергии получается так 4 барика полетела то есть тупо даже добычи не оставил тиран без прироста вообще его дает я без прироста справлюсь погнала ксм с мариками за нами цц х ломись на на плетке собачка расстреливает ксм и упали плетка не упала мариков мало остается гг а 2-0 димага отлично димага димага браток матч мы сейчас видимо посмотрим связи с происходящим браток уже ждет димага как раз там далее ну что же касса нигма играет хелл за с миндалем не разим там ждет короче так водя колте а чел ты произошел все у минус нулевая ну давайте что-то да блин а я димага братка хотел пострелить тут ваня култи говорите вы димага култи говорите вы Так, давай, Лоярс уже заикнулся, вот, пойдем к демаге с братком, потом уже дальше будем смотреть, что там стримить, короче, култи, Ваня я с удовольствием постримил, но тут одновременно-то не разорваться на все про все. Вот эти чел-то, которые с култи должен играть здесь сидит, значит, не понимают, что-то он тупит, короче-то. Понятно, что култи золотого пацана выиграет? А что за сессон унылый? Так, пошел инвайт. Унылый, сессон, сессон унылый. Ну что ты, лапа, не там унесся. Че? Мост? Не нужна мне твоя лапа, врачунь. Короче, я уже здесь, демага с братком очень оперативно начинают, так, глядишь, култи еще не начнут играть с... Ваня, хотя, скорее всего, начнут. Так... Ваня, когда не включится? Продолжение следует... 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 Так, гелище начинают сжигать, чуть-чуть брать у нее крип законтроливает, собак там пожег, два криптумура уж точно сжег, может быть и даже на этот дэмэдж хватит, на этот уже видно было, что времени не хватает, либератор викинг, тут либератор на мейн прилетает, тут две королевы, ема, куда он летит-то вообще? На третьей спорке у демаги, ну развивается, 50-47 по рабочему в пользу демаги, но это ненамного в пользу с тираном, особенно, когда в мех играет, посмотрите, у братка уже третья ццеха, у братка три факторки, четвертый он карманную, наверное, собрался, он уставил. Так, карманная пошла, 10 цех перелетает, то есть строится боевой лимит, делаются грейды, занимаются цехи, новые паши, здесь он ездит, нажигает по чуть-чуть, Синее пламя ему не помешало бы, по-моему, уже давным-давно здесь сделать, чтобы гелис еще лучше нажигали рабочих. Зато собак пожег, 8 дронов минус, ребят, где еще дроны погибли? Здесь же не 8 погибало, извините, я что-то проморгал, мне вообще как-то, что-то сон резко тянуть, начало прям вообще. Не пущи, да, но... Так, чемодан гейминг пошел. Ну, здесь геличи ездят, роучи не так много, на мейн 2 Тора залетают, это чемодан харассинг, просто жесть, какая-то королевы падают. Паша начинает сандалить, просто хайф. Как же Торы больно бьют по всему вообще, что только можно бить вообще. Мало, 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 мало здесь роучи, ребятки. Браток видит, что пришел димага отбиваться, но он мог убить и двух роучей, и трех королев даже с таким хп, еще и хату может быть. Так, еще здесь криптумара братью не разбирает. Садится в медиваки и домой полетел Торами. Так, гидралы на хвосте, димага сбивает викинга, но браток отступает под танчики, кстати, какой-то подвыход, что ли, как будто идет тут от Паши, я не знаю, 138-166. А надо ему лезть-то куда-то. У димаги по нулям, только атака первая делается у братка, уже 2-2, там продакшен, в продакшене 2-2 увеличен продакшен, именно заводов много построено, танки, Торы, все прет, просто и прет. Так, гидралы на хвосте. Так, пришел Паша к димаге, ооо, здесь выпирайтесь, 200, а у Паши 160, Паша отступает, танки в сич, ну как-то они в какой-то куче, какая позиция неугодная для братюни. Танчики надо зеленочкой заливать, все, что мог димага залил, просто разваливается браток в итоге, к сожалению, здесь, несмотря, вот 2-2 грейды против Зергос 1-0. Но, невыгодная позиция фиговая, решают вайперы и ничего не сделать вообще. Так, колбатов трансформятся, здесь всего 3 танка и несколько колбатов, димага сплитится и Паша гэгэ пищит. Просто неожиданно так проиграл, я даже не понял вообще. Че произошло? Бывает че. Так, прыгаю в игру. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ни рази мне при чём, пацаны к успеху шли. Так, пилю рекламу, ребят. Братук против демаги, карта номер 2. Где там, блин? Ладно, разбаним его, короче. Так, тиманщик, ЧК 1-0. Поехали, ребят, вторая карта у нас получается. Братук демага, бьются. Ошибся, Паш, с выходом у него всё было прекрасно, грейды, все дела. Вот, но... Чё-то взял и отдался в итоге. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, мариком гоняет Паштетовера. Говера подстрелил, соответственно. Ну, нечто похожее на предыдущую игру. Ну, то есть, рипер после рипера Марик, далее ЦЦХа, соответственно. Фактурку, получается, в геликов Старпорта. У демаги-то вот это что такое происходит с этим лэером-то? Так, не, не видал новости про артефакт. Признаться честно. Так, два гелища на мэн приехали. Да мне, как бы, и неинтересно карточные игры особо сейчас. Чё-то я потыкал, как бы, но он чё-то особо ничего не понял. Опа, братюня спалил Нидус сейчас, смотрите-ка. Нидус пошёл прямо на мэне. Видит браток его прекрасно, будет либератор. Почему тут... Чё циклон один только заказывает? Какой киллион, к чёрту, вообще? Так, СМ-ки выезжают, Армари нет. Пошла атака. Королеву выпрыгивают, трансьюзончики пошли, слушайте. Ну, здесь циклоны, здесь гелики и либератор. Но либератор упал, циклон упал, падает. Всё, ребят. Это чё, 2-0 демага, что ли? Похоже, что да. Чё-то демага здесь забревает. Короче, нафиг. Поднатренился демож, что ли? Не, ну тут не вытащить уже, как мне кажется, вообще. Посмотрите на количество рабочих и лимит. У демаги три цаха боевого, братка четыре боевого. Это вот он, вот циклон. И чё ещё вообще есть у него? А, три, то есть боевого братка вообще. Или циклон четыре, ёмно. Несмотря на то, что циклон изуродовал четыре роуча, это проигрыш. Короче говоря, демага идёт дальше, браток проигрывает. И неожиданно для меня браток фаворитом был у меня в голове, правда, только он был фаворитом. Ну, ну... Продолжение следует... 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 Так, ну что же, ребят КАС 1.0, кстати, ведет, ребят ГАС БАРАК, РИПЕР, ЦЦ, факторка У КАСа ГАЗа очень много, ГАС 1 был Неразим разведал, видит билд КАС только идет в разведку Сейчас, ну, неразимая Кибернетчика доделывает Сейчас, видимо, сталкли будет заказано Так, не зря, браток, Либератор Нечил, да, Либератор, там бы Он уже выбил Королев Как бы, то есть, он мог на халяву бомбить Соответственно, этих Как его Ну, вы поняли, роучей При этом все, потому что у братка В той игре последний был В факте Вместо двух циклонов Гелик циклон Если бы у него два циклона было бы Он на Исичах, мне кажется, убил бы там просто Всех этих роучей И т.д. и т.д. и т.д. И Нидус бы раньше купал Вот так что, ну Все прошло Улетает риппер, ребятки Касса адепта байтит сюда, соответственно Ну, адепт пришел, а дальше что? Дальше два гилича И че там в итоге будет Так, Soul, наверное, Ралладдер пока играет Я не знаю, че я откуда отвлекаюсь На сетку, на чат На все, что только можно Естественно А вон, Soul там Soul присутствует, ребят Фоллинджер, Soul Потом Вердолс должен Арктур Контрола пробрел Мотик битом У нас будет пара, соответственно Ну что же Ну если Фоллинджер не остановит Соул Наш гениальный Зерк То только Вердол сможет Элегантно его остановить Сами знаете Чем? Большим напором Ничто иного Как желтой жидкости какой-то Не знаю Я что-то не рассмотрел Какой Вот Так, ну неплохо Аниразим дробь гиличей принимает Но семи рабов-то он не досчитался уже Здесь третий Нексус Заново бустится Пробочки Триги и та сейчас откроются Надо уже раскрывать их Пошло раскрытие Делается Либератор Либератор Можно по рабочим Пошатать Рабочих пошатать Естественно Дома А, инженерка Чтобы туретки напилить Дома Стимпак Еще третьего барака нет До сих пор вообще Старпор Домой возвращаюсь Прям за минералами Здесь реактор видимо Запилен будет Ну как так себе Пробо старпор зашел Так, хорошая попытка Оракула сбить Зачем не разим Это делает Я не знаю Потерял Оракула В итоге Зачем он остановился Если мог вперед Лететь Там уже буст Кончился на медиваке У касса Плюс еще два барака Пять соответственно Их сейчас будет Реактор на Старпорте Факторка Сейчас работает Активно Минки строятся Есть один танчик Ну короче говоря Какой-то выход Будет происходить Сейчас Видимо Что это будет За выход Я даже ХЗ пока Если честно Видит не разим Медивак Видит Мариков Видит Танчики Один Медивак Есть Еще два Строятся Ну и какой-то выход Пошел То есть все Вперед Идет Здесь бараки Вообще Без пристроек Работают То есть Касс спешит Какой-то тайминг Исполнить Но прирост С тех бараков Вообще Меньше Намного Получается Здесь Достаточно У нас Фениксов Много Скоро будет Чашу Неразимчика Но по Боевому Лимиту 65.34 То есть Это чуть ли не Двукратный Перевес Вообще Интересная Позиция Для Танчика Нормально Он будет Снизу Долбанить Тут Мне кажется Ну что ты Шерстигоп Дверь Опять Раскрываешь Иди на окно Так Хитрый Передроф Отказа Нет бы обойти Так Надо передрофнуть Пацаны Вон сами Дошли А эти Чё Ходить Не умеют С пяти Бараков Всё сюда Уже Активно Идёт Чуть Да Отдаляюсь Сейчас Вижен Поднимаются Мародёры Марики Неразимчиком Мародёров Парочку Падает Танк Всё лишь Один И то он Добой Ещё Только-то Так Себя Достаёт Вот Димага Ответил Всё нормально Ну Кажется Каз Додавил Что-то Здесь всё Плохо Неразимщика Ребят Двухбазовый Прессинг Зашёл Со стороны Каз А ведь В прошлые Разы Каз От Неразима Я помню Отлетал Вот Да Полинжеру Пора Играть Надо ему Тех Поражение Стоять Что-то он Сидит Тут И не хочет Катать Артура Что это Не хочет Соу Акадать Что за Дела То В общем Так В Рейзер Каз У нас Сверху Матч Сюда То Я Иду Тихо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 так секундочку касс просит Игра возобновлена Акера поддержал ваш канал на 1400 рублей и сообщает Налан Коллеги, поддержим Турик 14 апреля 2018 года Спасибо Акерыч, ты прям забайтил, зарекламил Спасибо тебе Ну-ка, ну-ка, что тут у нас есть-то еще Это значит GameHard, чтобы карта была там, где рабочие показываются потери Так, 45, погодите-ка, вахту у нас Так-так-так 49 Так, 1494 Здоров, всем Перворожденные выстоят Вроде правильно посчитал я Спасибо, уже почти 10% собрали, ребят Здорово всем Так-с Риппер МК слетал, шатал, извиняюсь, что отвлекся Так, прилетел, пробочку отстрелил, Касс, хитрый какой Здесь адепт в тыл заходит, он геликов очень больно, крошит, Касс, что ж ты делаешь, Мишанчик, что ж ты творишь Куда адепт в рампу зашел, бах, застрелили, вот это взрыв, как обычно адепт жестко взрывается, ребят О, Керанти, говорит, это стимулятор, который дает просит по проценту хопа на 30 дней за покупку трофейного фонда Не знал даже такого Но скины, да, были за просы вкуплены, поэтому так все работает Оракул прилетает к кассу Три КСМ-ки уже он убирает Все остальные переезжают на вторую Два марика его встречают, не способны они с ним абсолютно ничего сделать Здесь два циклона, два гелича от касса идет И что они здесь делают, вопрос у меня возникает Резонный, они смогут что-нибудь здесь пробрить-то вообще или нет Так, оракулы геликов начинают крошанить Это очень плохо Касс наносит, ответный удар Пытается гелича выпилить здесь оракулом хеллрейзер Ничего не получается Куда все гонится-то? Открываются гейтаны Куда сталкеры будут проварпливаться? Я даже не знаю Вбок они варпятся, но гейты Хеллрейзеру касс отключают Извиняюсь, что-то я не то гаражу Да, законченная операция здесь Это вся Чуть бы пораньше наверх касс заехал Мне кажется, лучше бы было 51 хеллрейзера в итоге Лимита 35 касса на 10 Рабущий касс проседает Ужасная ситуация для него, я вам скажу Здесь еще и оракул новый появился И здесь вот еще самое главное Третий Нексус подъезжает, ребят Спасибо всем за поддержку Тулика Естественно, короче Сбор средств продолжается Все еще Паузу, хеллрейзера просит Лаги У меня есть лаги? Нет, 50 мс Не знаю, у меня нет лагов И здесь вот еще и оракулей Игра возобновлена. Так, Follinger 1-1 соулом, Follinger там соула как-то бреванул карту, красавчик вообще. А что делать? Кстати, может твердосу попросить, чтобы они подождали, как там та часть сетки поживает вообще. Я здесь среди. Так, два Оракула Хеллрейзера висят, ребят. Касс нагнал Хеллрейзера по лимиту, что прям удивительно. Вот. Плюс два барака. Это опять же давление какое-то со стороны касса будет. И посмотрите, какое интересное здесь забегание идет на мариках. Правда, они без щитов пока без плюс-1. А вот и щиты с плюс-1 подъехали. Надо заходить на вторую спокойно. Сталкеров здесь нет. Здесь есть батарейка, которую можно моментально просто сфокусить. Хеллрейзер, кстати, меняет направление движения сталкерами и как специально он здесь оказался. Чего касс боится? Я чуть не понимаю. Здесь их можно сбрить вообще в легкую. По-моему, было всех этих юнитов. Касс боится отдать там группу и запороть пуш в целом, похоже. Так, чё там всё происходит-то? Я здесь. 500 ре приходит на лан от моей жены, чтобы поми сгонял. Спасибо. Чьей-то жене большое спасибо. Вот. И тебе тоже. Сгонять-то я... Если он будет, погоню-то я в любом случае. Дарова биохазар, потому что включает сбор, конечно же, и дорогу, и все дела. Естественно, я не поеду туда без этого, как бы. Потому что и так все средства, как бы, без исключения пока туда направляются, как бы. И желательно, как я говорил, уже до апреля собрать. Потому что, ну, иначе в апреле, ну, вообще, как бы, ничего у меня не будет, никаких денег. Как-то так. Атакуют касс, ребят, Хелека. Неплохая такая битва идёт. Ну, нормально так впрессует. Слушайте, лимита касса больше. Зилки подстраиваются, идут вперёд. Либератор выбивается. У касса не остаётся вообще медиваков. А почему он не может их назад сейчас? Почему он не мог их просто увести сейчас назад? То есть, видите, касс давит. У него больше лимита, но... Хеллрейзер зафокусил медиваки кассу, и всё. А чё вот он дальше не пошёл? У него всё под стимом было, и чего теперь? Стоять дамажными юнитами бояться здесь, что ли? Хеллрейзер вперёд. А чем он так ломится-то, я не понимаю. Хеллрейзер, что ты делаешь-то? Её, ничего с Хеллрейзера даёт. Хотя сбрил Либератора, кстати. Ну дальше-то чё, он тут наотдавался вроде как. Хотя по лимиту всё равно у кассы всё плохо. Я посмотрю, медиваков нет вообще. КСМ-ки приезжают сюда, к Хеллрейзеру. Со стороны касса. Падает сталкер, он отступает под батарейку, батарейка лечит. Ну вот, был бы хоть один медивак-то. Я не знаю, чё касса убежал. Пока на стиме марики были, надо врываться было, хотя бы здесь экономику на этой базе забрать. А там уже, может быть, третью сам бы поставил бы. Здесь бы пробок забрал, сюда, к счастью, может убежать, не знаю. Короче, 1-0 Хеллрейзер, ребята. Так, ждём Мишанчика с Хеллрейзером вторую карту. А если не соберём, то я улетаю на Мальдиву и машу вам рукой, короче, на 80 кассов. Вот, ладно, соберём. Чё, уже анонс будет, придётся мне с Илюхой там раскошеливаться, не знаю кому. Ну, просто и так, на самом деле, я, то есть, это беспрецедентно. Я все бабки туда направляю, все вообще, кайбу. Абсолютно. Поэтому рассчитываю на то, что и подержался будет больше, чем стандартно, кайбу, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, секундочку... Погодите... Продолжение следует... 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 Ребята, Настазиси развёл, короче, Hellraiser касса, всё очень плохо, здесь всё зафризилось, если бы этого, если бы не зафризилось, то это было бы очень печально, конечно, здесь. Спасибо, Кирилл, тебе за привет, конечно, знаю, я всех знаю, вот, смотря, кто Старкрафт любит. Две пробочки, минус на мейне Либератор тут очутился неожиданно, но под него прям сталкер варкаться здесь с Hellraiser, они без блинка, конечно, и не догонят его. Ну, продолжают Аракулы Хараси, там Твайлайт, короче, на 20 лимитах Hellraiser больше, и это значит, что всё здесь норм, короче, у него. Ухл Рейзера, я имею в виду. 57-42, а вообще не знаю, как кассу здесь тащить, у кассы ещё стим такой поздний в этой игре, то есть опять как бы быстрейцы цехи он играет, то есть, похоже, двухбазовое какое-то движение будет. Барак мимо лабы садится, смотрите, вообще промазал, пришлось ещё, Ваня выиграл Димагу 2-0, Ваня жойстик какой-то вообще, реально. А вы за Ваню на Нейшн Варсе не голосуйте, голосуйте, ребят, потому что там сливка до сих пор в топ-3, ё-моё, находится, вот я вам ссылки скидываю за нашу сборную, ребят, ну, не серьёзно вообще. Евгений Коржов, здорово всем на ютубе. Всё одновременно я не могу посмотреть, к сожалению, не буду же я всю сетку держать. Вот, обязательно мы что-нибудь глянем дальше. Такие дела, голосуйте за Ваню, за Арктура, там, я не знаю, за Крида или за Култи. И браток уже на первом месте в любом случае, как бы он уже никуда не вытеснят оттуда, а вот остальные-то под вопросом, ребята, там. И можно каждые сутки голосовать по-новому, ребят. По-новой, то есть, как бы там обновляется, кдшится всё это дело. Так, вот Оракулы летают, КАС что-то двигается пока. По-новой карте, в попытке, кстати, Оракулов как раз их перехватить. Перехват не удался, я не понимаю, что Хеллрайзер столько накидал этих, короче, ревелэйшенов, если у него нету, ну, да, здесь не стайсной ловушки, ни хрена вообще у него нет. Наделло очень много сталкеров Хеллрайзера, зачем ему столько сталкеров, у меня вопрос возникает. А, чаржа-то ещё нет, ну, понятно-то, а зачем. Минки копаются. Раскладывается либерончик. Ну, тут как-то больно Хеллрайзеру может встать сейчас. Смотрите, как много КАС, чаржа нет, шторма нет, нифига здесь нет. Чё-то КАС пришёл и забрил вообще. Или не забрил. Пока ещё не забрил, но вообще ничего хорошего здесь для прутца вообще не происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... гэгэнчик один-один ребятки сапра на русский и подписан 30 месяцев так пасипс папра на рус так артур 3db а ваня уже ждет здесь короче так вердоса отпускает ну что ваня уже в полуфинале ну какой смысл там что-то ждать артур 3db уже сейчас играть будет на кого-то стримить еще звать на два стрима чтобы две разных части сетки стримить много матчей интересно пропускается походу а а а а а а Продолжение следует... 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 Наверное, мы вот такие вот дела. Так, плюс два гейта у Хэлла. Адепт был уничтожен. Адепт там похорасил немножко. Делается блин. Ну, стандартный через твайлайт общий-то билд. Ну, и здесь, собственно говоря, один пион. Ну, так вот стоящий прям в лощи все получается. Ну, видимо, да. Видимо, да. Опа. Разработка завершена. Имба какая-то, как по мне. Имба, говорит, какая-то, как по мне. Так что, ребят, пилю рекламу, подписывайтесь на премиум, поддержите мой канал. Все сейчас складывается в лан, соответственно, ребят, помните, что должен он состояться. Хоть что-то должны же мы так вот провести интересное в апреле. полетел касс дропа. А видел? Опа. А пилончик-то он видел? Смотрите-ка. А чё, хеллрейзер? А хеллрейзер... Оооо, ё-моё, касса облетает. Смотрите, хитро хеллрейзер выжидал здесь касса. И в итоге он тупо мимо пролетел. Ща, короче, сюда минки вкопаются, получается, на вторую к хеллу сюда базу. И ничего хорошего здесь не будет ждать дальше тогда. Так, три минки пролетают. Ё-моё, хеллрейзер вместо того, чтобы медивак выкуснуть, начал по минам бомбить. Четыре пробки, минус шесть. Короче, пробок минус. Всё-таки касс не законтраливает медивак. Но я бы сказал, бы ещё легко оделся. Шесть пробок всего потерял. Но блин, колл-ин здесь уже вообще ни к селу, ни к городу, ребят. То есть здесь он точно не проходит, этот блин, колл-ин. Почему? Потому что здесь всё плохо. Так, минус сталкер, по бункеру дамаг. Так, восемьдесят восемь, семьдесят восемь. по лимиту. У хелла третий нексус, у хелла один-один заказано. У касса стим, щиты, фугаса, аж три лаба работают сейчас на бараках и два реактора. Но вот то, что инженерка у касса поздняя, так это очень плохо. То есть у него грейды просто, ну, печальная, как бы, только одна атака заказана. То есть, опять же, хелл отставал по всем параметрам, а в итоге, короче, получается, что... Опа. Опа. Так, просто десять тысяч рублей прилетает на Сбер от 4GG. Красавчик, вообще, респект тебе, жду пригласительный на лан. Ну, могу тебе с личной подписью, как бы, чё. Приходи, конечно. Устный пока тебе. Скоро будет анонс, там адреса все будут и все дела, как бы, соответственно. Вот, вход в любом случае там бесплатный. Ё-моё, хелл пытается что-то сделать здесь с призмами, дропом. Спасибо всем, ребят, ещё раз. Очень приятно, конечно, за такой подержос. Вот. Это, я бы сказал, больше, чем стандартно, да, как бы, то, о чём я говорил. То, что надо за Март. всё это успевать собрать. Почему лучше? Иначе в апреле мне кушать нечего будет. Но, раз мы обещали, это Илюха меня на эту мокруху подписал, как бы, вот. Ну, придётся, чё. Придётся делать, ребят. Придётся делать. Опа, а вот это дичь, ребят. Минус три брони у Зилотов. Касс делает налом. Био просто немерено. Танк в СиДже. Сталкеры сзади не смогут зарешать. Это победа. Келрайзер пишет ПП. Это победа Касса, ребятки. Это... Касс в полуфинале против Вани, соответственно, ребят. Соус Лердосом бьётся. Ну, всё, ребят. Резко вот так вот цифры меняются здесь, короче, на Турик. Спасибо 4GG большое. Он уже, по-моему, на рубль в этом месяце как-то поддерживал что-то типа того. А я чё-то даже и не это помню. Не помню. Таааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Та, какой Ваня каста, ему у нас вообще другой там полуфинал. Так, вот по-моему как-то. Так, каста у нас верхний, о, каста Арктур у нас, кстати, верхний полуфинал, ловатерана Арктур Биза, обрилование ждет. Так. Так, а где Ваня? Так. Так, ну что-то, в этой Арктур Касс и внизу Ваня ждет победителя Вердосу Соло, то есть в турнире у нас остаются два тирана... Нет, три тирана, просто зерк, внизу зерк уже в полуфинале ждет, плюс Соло Вердос, если Вердос Соло убьет, то у нас точно не зеркальный финал будет. Так, ну что, ребят, громадное спасибо 4GG, спасибо, короче, всем, кто поддерживает. Вот, то есть 13 Рео, Санины 3 и 4GG, десяточка у меня уже точно на карте есть, плюс часть Гудгейма получается, как бы. Ну, потом надо будет сводить это все, чтобы было нормально. Можете и данный турнир поддерживать, возможно, 4GG вообще царь сегодня на двушку еще этот турик поддержал. Вот, ну и реквизиты все к вашим услугам PayPal, Яндекс, WebMoney, Kiwi, там, карты, вот, чтобы поддержать турнир, соответственно, LAN турнир 14 апреля, ну, либо через мужика, который нам сообщит об этом грамотном поступке, вот, через GGPlayer, соответственно. Ну, а пока ждем продолжения мы турнира данного полуфинала у нас на горизонте номер 1. Пока черкает, видимо, как с Арктуром, а не, Арктур уже что-то на хостит там. Йоп, сквербэс. Так, соус вердосом биться продолжается, что-то там, кажется, кончилась игра одна. Ну, кто там ведет, не ведет, я даже хз вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Какие дропы я не подключу, что-то не понял я, о чем ты говоришь, братюнь. Ну, вот. Так, нет, я потом сказал вердосу стартовать солом, иначе у нас соседка бы просела и все бы ждали очень долго. Это некрасиво, на самом деле, было бы вот так делать, как по мне. Так что стартовали они раньше. У нас уже полуфиналы. Все не застремишь. Это очевидно, я думаю, вполне здесь криво. Ну, приятно, хоть не зря сегодня день постремил, ребят, собрали, как бы мы уже, вы видите, почти четверть призового, точнее призового, а всех финансов на туре к необходимых. Конечно, лучше, конечно, больше собрать, чем 80-ку, потому что приз-то побольше можно запилить будет. Ну, там разберемся, что к чему. Чего-то не понимаю, что происходит, а вот. Так, с Blackwater первая у нас игра. Так, какая? Все, Артурчик с Gameheart'ом создал. Отлично, ждем Мишу, касса. Где он? Январь еще его. У нас же кто-то еще стримил, но я, честно говоря, пока, честно говоря... Бляха-муха, опять эта игра сека открывается. Честно говоря, я не знаю, кто там стримил у нас и где он вообще находит. А, он может в какой-то игре сидеть, наверное, да, он наверняка сидит в этой с вердосом там игре. Все, Мишанчик тут сейчас все начнется. ... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каз против Арктура у нас схлестнется здесь. Сейчас они уже хлещатся, короче. Друг с другом вообще. Спасибо, Ноп. Ты сегодня не богат видеть меня, очень рад. Спасибо тебе, короче. Вот, ну... Движение есть в сборе средств, соответственно. Всем спасибо, особенно в Оргэгэ, спасибо. Вот, до конца месяца, я думаю, что... Нормально все будет, короче. Рева был сегодня в чате, но почему-то, в отличие от прошлого турнира, он не участвовал. Я не знаю почему, может быть, занят был, там работа... Я не знаю, короче, в чем причина, ребят, честно. Так, Арктур Каз, короче, первый матч. У нас первая карта, точнее, матч первый, да. И первый полуфинальный матч Арктура... Так, какие-то Арктура тут... Две здесь. Одна пробка вообще здесь. Что-то на газ он не спешит направить еще рабочих пока что. А дальше-то что будет? Так, делается Циклон С. Первый. По две на газы, пошла Цецеха у Арктура. К Казу прилетает, у Каза другой совершенно, кстати, билд был. У него Цецеха более ранний, Арктур пытается уйти, он уже никуда не денется здесь. И что он так криво уходит-то, я чуть не понимаю. Минус рипер, пожалуйста. Хотя бы как-нибудь с хитринкой летел, гранату как-то криво тоже кинул. У Каза Циклон Малеки, у Арктура что? У Арктура Старфорд пошел более ранний, конечно же, более ранний. Ну, да и ненамного он ранний. Это странно вообще. Всего на 10 с небольшим секунд раньше Старфорд. Чуть еще одного рипера Арктура не отдал на кассовском этом рипере. Есть Циклон, так и здесь Циклон тоже будет. Цецеха остает? Да, это очевидно, что она остает. Красавор? Все. Продолжение следует... Так, полетел драпенческий. Куда он полетел? Он полетел вот сюда, вот к кассу. Тут танк и четыре марика. Куда его раскладывать, этот танк? Вот у меня возникает вопрос отсюда. Смотрите, как у кассы все прикольно расположено. Ничего он сюда не выносит. Снизу ничего простреливать вообще невозможно здесь. Можно наверх попытаться разложиться здесь, конечно, к кассу. О, Арктуру к кассу сюда. Так, танк плюс четыре марика. Драпаются танчик. Нормально бомбить по марикам. А кассовским, арктуровским, естественно. Здесь циклоном заехал Арктур. Циклон отдал. Нет бы подконтролить хоть немножечко циклончика. Танк бомбит мариков. Здесь марики тоже с мариками бьются. Четыре рабочих. Арктур кассу забирает. И по лимиту в плюс выходит. А здесь еще один медивак, которого, между прочим, четыре марика. Еще один танк летит. А что, если их вместе соединить? Это же неплохо получится. А здесь... А здесь банша, ребята. Банша инвизная. Да, инвиз пошел. Катастрофа. Инвиз попер. Танчик так. Три марика танчик на мейн-кассу. Еще медивак на вторую кассу. Но везде что-то у кассы все прикрыто. Каким вот образом касс чуть не отдал баншок. Один с рабочих. Арктур кассу уже завалил. Ёма. Циклон падает. Танк живет. Касс не смог уконтролить. На второй базе то же самое происходит. Арктур на мультитаске. Мишу разводит. Вообще в хлам ушатал. Этого я не ожидал. Просто два дропа. Три марика танк там. Три марика танк здесь. Касс улыбается. Пишет ГГ. Не, ну это дичь. Учитывая, что Банша еще столько убила вообще. Хорошо. Это было хорошо. Так. Авердос у нас. Авердос еще бьется. Да, я так понял. Да, еще неизвестен пока оппонент. Ваня по полуфиналу. Мы в любом случае это полуфинал увидим. Не волнуйтесь. Потому что полуфиналы по старой доброй традиции не одновременно по очереди. Продолжение следует... Ну, я думаю, часам к девяти Может быть, мы даже и уложимся Собственно говоря, с данным турниром По финалу бы пять, как обычно Как бы Так, что-то случилось Что-то хвост не понравился Кому-то там, что ли, я не знаю Что-то там произошло, короче Так, что-то там Так, что-то там Так, что-то там Так, что-то там Так, ну что же, ребят Извиняюсь, всё Что-то я подзавис Арктур один-ноль ведёт Это вторая игра Арктур-касс Арктур играет Газ-барак, риперов, цсшечку У кассов два газа в этот раз То есть противоположный билд То есть поменялись Поменялись зеркально ролями В предыдущий раз В предыдущий раз именно Арктур так играл Как касс сейчас играет Посмотрим, что из этого уйдет И противориперная сетка Вообще По сетке полуфинала Бу-3 Они и есть Бу-3 полуфинала у нас Вот, а финал Бу-5 Соответственно Такие дела Так Барак, реактор Факта у Арктура У касса уже факта Готовый циклон делается Делается ещё один рипер А здесь касс проигрывает Дуэль риперу Арктура То есть и противоположная ситуация В игре в плане риперов Абсолютно То есть в прошлой игре Арктур В прошлой игре Арктур Сам риперов терял Здесь кассу сбил Сбил первого просто Тоже анти-рипер стинг Старпорта пока нет А вот у касса-то, кстати Старпорт лаба подъезжает Уже практически Цц у Арктура готова Я бы сказал бы Касс, кстати, вторым-то рипером Победил Арктуровского рипера Ццху можно было бы Игрейдануть Сейчас два марика Выходят Плюс теклон Касс отдаётся у рипера Зачем вопрос? Ё-моё, он же регенился уже Его касс даёт Отдал риперона На халяву вообще Вердосу стулу Возможно, там второй стример Который есть на этом турике Сейчас даже гляну Стримит Но я чё-то не уверен В этом исчезно Там вообще демага только остался Фактически Короче, как-то печально Всё в этом плане Да, был второй стример Да сплыл Наверное, он не стал Сегодня стримить Не знаю, почему Здесь Рэйвен У кассы И третья цех пошла Вердосу Интересный выход От Артурчика Семь ариков Два циклона Не помешал бы Скан В такой ситуации Заходит на танк Арктур Танчик падает За секунду Два выстрела только сделать Успел данный танк Короче, Артур начинает Кассу рабочих Здесь разделывать Разделывает рабочих Сейчас циклона Можешь заделать Ещё здесь Мариками Разменялся тоже Ну тут циклон Один потерян Сбить циклона Может быть Ай, вы видели Как Чуть бы больше Чуть бы больше ХП у циклона Арктура И Касса Рэйвен Был уничтожен Но В любом случае Восемь рабочих Уже потеряно Арктур видит Конечно Третья цеха Он Так Не Рэйвен Вычинивается Чуть раньше бы Надо было Его фокусить Там может Что-то и получилось бы Арктур не фокусил Рэйвен ушёл Тоже Третья цеха Здесь всё местами Меняется Второй барак То есть будет Играть в био Как и касс Но что-то Пока-то проседание Определённое Наблюдаются У Арктура По таймингам То есть Тим позже И Цеха третья Позже Рабочих правда На 8 больше То есть И пока Цеха строится Арктур будет Паритет сохранять По рабочим Я так понимаю То есть Ситуацию Можно назвать Близкой Короче Почти что равной Так А вот это Неприятно Либератор Полетел И уже Без 56 ХП Дальше Полетит То есть Его будет Намного Проще Сбить В итоге Вычинивается Медивак А вот это Краснющая Хрень Будет Вычиниваться Вообще Бах Увидели Как Рэйвен Зарвался Прям Как Воздушный Шар Какой-то Еще Он Сделан Очень Так Перелетает Старпорт Реактор У нас Все Три Барак У Артура Работает Стим Делается Плюс Один Делается У Каса И щиты И стим Делается Уже Один Один Делается То есть Каса По грейдам Тут Артура Опережает Смотрю Так А что Случилось Точнее Понял Кто-то Кажется Средства Своровал Посмотрите У Артура Застой Короче Средства Дольщиков Сворованы Вот Государство Не помогает Короче Долгострой Образовался Гриды Не делаются Вот она Инженерка Нахрен Это Недостроенная Есть Плюс Еще Два Барака Артур Заметит Что у него Инженерка Не строится Да Заметил Красавчик Молодец И Армори Сразу Заказывает Ну Хоть По Армори Впереди Будет На Плюс Один Армор Заказывать Вообще Третий 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 Перелетел Выход Кстати Кассу Пошел Какой-то Там Но Медивак Пока В этом Выходе Нет Плохо Но Они Прилетят Они Прилетят Сейчас В догонку Получается Здесь Прирост Есть Щиты Заказал Вообще Артур Нет Щиты Не Блин Щиты Не делаются Броня Не делается Артур Очнись Что Что Творишь Что Такое Братан Ты Привет Тот Бен Рил Рил Ну По Микап Уже Как Добрая Традиция Я думаю Будет Раз Там Пару Месяцев Пилиться По Возможности Чтоб С другими Не Пересекался Вот Но Самая Основная Задача Это Вот Над Донатом Надпись Ребят На Ланг 14 апреля А Это Что Значит 14 апреля Ланг С Лукой В Москве Будем Делать Вот Надеюсь Все Получится Я думаю У нас То Все Получится Надеюсь Люди Туда Придут Поучаствовать Вот 30 тысяч Аренда Стоит Там Короче Клуба И 30 Призового 35 Даже Получается Пятнахом Не на Дорогу С проживанием Там На Все Дела Короче Вот Так Что Я думаю Все Норм Разберемся Там Со Всеми Этими Делами Осталось Как До Конца Месяца Подсоврать Так Что Благодарен Всем За Поддержку Я думаю Игроки Вам Будут Благодарны И зрители И всем У кого Есть Возможность Короче Кассу Тут Арктуру Блокирует Третью Цеху 2 1 Грейды У Арктура Делаются У Кассы Межупро Не понял Смотрите Просто Танк А ведь А ведь Это Нога Короче Она В РНЖ Она Нифига Не достает Так Стимится Артурчик Пошел Касса Ломать Мариков Три Пацана Не ушли 143 135 Лимитные Близкие Но Так У Арктура На технику Кстати Атака Делается Ой Поймал Арктур Медиваки Кассу А как он Усмудрился Я не заметил Этого момента А он тут взял И все Словил Вообще Так Стимится Артур Либератора Кассу Пробревает Касс Законтролил Криво Я бы сказал Так Касс собирается В бой Да Идет В бой Касс Артур Дает Этот бой Ему Это Размен Который Арктуру Ну Не знаю Мне кажется В минус Может быть Более-менее Вровень Но Артур По лимиту Все равно В плюсе Пока что Выдвигает Прирост Вперед Здесь танки Марики Есть Викинг Один С какой стороны Куда двигаться Вот этим Приростом В общем вопрос Медиваков Четыре штуки Ну не лететь же На Так Заходит Артур Прям в наглую Поднимается На ХГ Пошел Стимка Сам Стимится У Артура Марики Более заспличены Ай У Касса Танков Как много Мариков Вперед Выводить Не надо На танке Лешка Второй бы сместился Ём Какие ошибки От Артура Дурацкие Сейчас Сместись На вторую Хотя Смотрите Четыре Марика В танке Дропнул Танки Все падают Ну Мариков Правда Артура Не осталось Но 76-104 По лимиту Прям напряжён Низшая битва Такая идёт Я бы сказал Выманивает На танке Мариков Арктур Кассовских Танк Тут бомбит Семь уже Юнитов Уничтожены Прирост Перёд двигается Отступает Так Дропчик Прям на мейн Арктур Бустит Медиваки Аккурат Прям перед Рэнжом Сенсорки То есть Касс Не может Среагировать Прям моментально На всё это дело Танки Сиджатся Сейчас Один Дамаженный Мясо Касс Не фукусит Только сейчас Заметил Фукуснул Но Арктур Просто Выгоднейшим Образом Разменивается Здесь Прям на приросте Он оказался Медиваков Немерено Лечится Всё И везде Рабочие Падают Семь и четыре Сто три Четыре По лимиту Кажется Это уже Победа Артура Практически На 99% Потому что Что здесь Касс С таким Лимитом Может уже Сделать Я даже Не знаю Марики Дропнулись Очередной Стим Пошёл Здесь Два Танчика Сиджатся Одного Артур Пытается Забрать Не забрал Ни одного Но Увидите Сами Что происходит Вообще Вот Ну по поводу Лана Я уже Сообщал Инфу Почему Так В том Месте Где мы Изначально Планировали Нужна была Б кабинка Для стрима На 15 тысяч Стоит А С тем Местом Нам Бородку Наклеили Ну а че Мы будем Ждать Терьма Если нам Опять Бороду Наклеят Смысл Ждать Мы решили Солюхать Что Нечего Ждать Нужно Пилить Лан ГГ Как пишет Ребятки Ну тут Понятно Было Что ГГ Че нам Ждать Решили Не переносить Все таки Запилить Там Другое Место Но более Крутое Реально Место И Соответственно Там Мы и будем Турик Проводить Там Есть Сцена Вип Комната Нам Будет Одна Вип Комната 10 Компов И Сцена 10 Компов 20 Компов Ну не знаю Сколько Будет Участников Если Больше 20 То Конечно Будет По очереди Кто-то Играть Вообще Турик Так, а что овердосты там у нас в итоге? Они все еще бьются? Так, овердосты кто-нибудь стримит? В общем, уж соусом где-нибудь там стримит, я не знаю. Похоже, что нет. Нет, ребят, никто ни хрена не стримит, короче. А жаль. Слушайте, там прям напряженный овердост, что-то. Что там происходит-то, интересно? Жаль, не попали. Продолжение следует. Так, ну ждем вердосу. Продолжение следует. Продолжение следует. 14 минут уже вердо сыграет видимо это третья карта жаль коннектиться нельзя смотреть как в доте той же так 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 Продолжение следует... Так, вход-то бесплатный будет, я думаю, просто я не знаю, сколько там места, но я думаю, что хватит, ребят. Вердос уже 14 минут играет вообще. Так, короче. В том, что все два алмаза будут стримить турек, где играют ГМЛ, меня смотри, я не знаю, какой ты собираешь стримить турек и будут для тебя смотреть, это от многого зависит. У нас много кто как бы не ГМЛ и стримит вполне нормально, как бы. И даже если ты ГМЛ, то не факт, что понимаешь, что на турнире очень происходит, как бы. Так, что тут уже зависит от... Ну, сразу-то никто точно не будет. Так. Так. Так, ща выясним, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Соул победил. Так. Ну что, Соул победил. Вернуться как-то очень жестко там было. Все. Вот. Вот так вот мы просто делаем, чтобы все было понятно, короче. Жаль, что Вердос проиграл. Жаль, что мы не видели, что там происходило. Там, видимо, мощный такой был матч. Такой матч. Но вы сами видите, что произошло. Так, пошел анвайт. Сейчас Соул пересоздаст, ребят, с геймхартом. Да, мы будем смотреть на Соул и Ваню. Вот. А потом... Так. Ну что же, проехали. Поехали. Ну что поделать, Артем? Че тут? Соул зарегился у нас в правилах для всех турниров. Я думаю, что на следующей турике мы ограничим, как бы, чисто СНГ, короче. Скорее всего. Ну а что, поляка гнать уже отсюда, что ли? Ну одного-то можно, его наказать было. Посмотрим сейчас, как Ваня отыграет. Украинский. Так. Продолжение следует... 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 На втором Арктур разве? Так вы голосуйте, рекламьте сами, чтобы нормально голосовали там. Про ежедневное? Мне самому так сказали про ежедневное. И кто-то, видимо, этой имбой пользуется. Здесь на стриме у меня людей достаточно много сидит. И вы можете элементарно голосовать за нормальных игроков. Просто каждый день оставить себе вкладку. Пришел сверху вкладка. Тыкнул туда, проголосовал. Либо будете смотреть, как в тот раз, когда спать понадобилось было идти Артему. Так, Гагагода тоже, думаю, в следующие разы надо чисто СНГ делать, как бы. Ну и подобные турики, не знаю. Мне кажется, это бред, короче, чтобы кого-то звать вообще там. Так, приехал, слушайте, приехал Сул. Просто просрал 6 гелионов или сколько он? Да, и рипера убил. 7 дронов всё лишь убил, но банша на мэйне вообще, короче. Ну что такое-то вообще? Что-то начинает косячить Артур здесь. Ой, Артур. Ваня что-то косячить начинает. Здесь роучи вперёд идут. Какие-то нелепые пуши. Здесь бункер раз. Депуха, цеха есть. Надо домой уже валить нафиг отсюда, короче. 9 дронов минус. Ну, добыча восстановлена. Вот я не понимаю, почему спорки-то? Вот, наконец-то, Ваня ставит спорки. Надо заранее ставить вообще. Ну что же. 77, 88. Уже как-то уже и плохо всё у Вани, смотрю. А у Солота мех, между прочим. Против меха я видел, что Ваня неплохо отыгрывал как-то раньше. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что печаль по рабочему уровень с мехом, это вообще жесть полная. Четвёртый охот ставит. Всё, что нужно сейчас Ване, это строить дронов до 70 на этих базах, как бы. И потом четвёртый ещё раскачивать до 85 где-то вообще. Вот. Ну и, конечно же, стараться геликов этих ловить. Тут сейчас две бандши, гелики, там чемодан, харас, конь дальше пойдёт. Там два медивака уже есть вообще. Ваня допит роллер. Это наш игрок из России вообще. Спасибо, Фроди, ГГ. Но, видишь, как бы... Кому-то в лом проголосовать, а потом будут говорить, блин, а что тут, почему Сливко тут находится? Как бы, почему он спать домой ушёл, там, после Турика, не знаю, или почему там кто-то находится? У нас стандартная такая тема, как бы, лунтика вырубить, как бы, и, типа, ну, кто-то ещё, типа, виноват в чём. Так, реводжеров пачка какая у Вани крутая сейчас, но чемодан гейминг на мейн полетел, ребятки. И реводжеры не способны с бандшами драться, поймите, это правильно сейчас, как бы. То есть, можно просто сейчас пойдёт Ваня вперёд и отдаст нафиг, короче, этих реводжеров. Вот он идёт, смотрите. Бандши соул врубает. Куда? Вот зачем бегать? Ну, видел же, что бандши есть. Ну, куда? Ну, куда? Нахрен. Ох, хорошо. Одну бандшу, кстати, сбрил. Вторая эля тут живая. Надо королеву какую-нибудь красоты провести сюда бы. Или просто королеву Верговскую. Да не надо с этой бандшой с Саной перестреливаться этими фаерболами. Четыре танка у Солу уже едет. Два танка в кучу встать, надо зафаерболить как-то. Ничего не получается из этого сделать, Ваня. Идёт вперёд, 157-39 по лимиту. Фаерболы всё-таки входят в два танчика. Сверху ещё два есть, и они отстреливаются плотненько так. Так, бандша, как же дамага она много наносит за чёртова бандша. Четвёртая хата есть, не раскачана вообще. В бандшу наконец-то попадает фаербол. Ещё один очередной. Так, Солку-то... О, он вывел. И чё, Ваня? А, ну тут улетает на медиваке он. Танчики ещё плюс два. Четыре штуки в итоге. Да блин, зачем прям лоб-то пытаться сбрить? Зайди ты с бачку оттуда, откуда-нибудь. Так, один реважер идёт вперёд. Надо как-то заходить. Тут сплетануть всё. Пытается, Вань, зайти. Один реважер отдался сразу. Потанчикам не получается запулить с фаерболов. Что творится вообще? Зайд жесть какая-то. Роучи всё строят, строятся. Вот же камни. Приди сбоку, пробей. Зайди с другого-то направления. Чё, блин, ломиться-то туда? Пусть он хоть танки пересиджить вынужден будет. Так, ели к нему поехал. Скоро ПМ у Вани 314, Соло-35. Ну, Соло-ПМ, ну и пацан такой. И Ваня в том числе тоже. Так, пересидж идет там. Танчики пересидживают, Тора. Пошёл сплит. Ну как же, врачам больно танки бомбят. Ваня очень Соло-Видно боится. Короче, ну, явно, что он с ним встречался. Как бы, и не в его пользу наверняка там было всё, как бы. Ну, чё-то сейчас давил-давил, не задавил, но хоть дронов. Вышел, хай в шпиль пошёл. Здесь масс-оверы чё-то летают, как динозавры, блин. Да. Ну, давайте сейчас Соло-оверов сбреет. Из-за этого проиграем катку, ё-моё. Здесь четыре... О-о-о, Викинга Тора, Соло. Понимает, что нужно халяву оверов пошатать-ка его. Сбревает одна очередь. Ещё сбреет несколько, чё-то так. Танки там сидятся где-то вдали. В безопасности, соответственно. По лимитам вообще ровно. То есть тут всё, Ваня вроде нормально давил. Нормально бы давил бы. Если бы что, если бы у него был при этом переход в лайф, и если бы у него был при этом этот вайперов сейчас возможность заказать, он без вайперов просто драться физически не может. Соло тут всё от всего уворачивается. Оверов позбивал всех практически. В итоге у Вани что-то всё плохо не стало. Прям реально как-то. Не знаю, способен ли Артур Солом ТВТ-чик побиться. Но Сол ТВТ сильный игрок, как мне кажется. Ну это 1-0 Сол. Приходит Ваня, чуть пытается сделать. Но это ггнщик, ребят. Вторая карта нужна нам. Приходит Ваня, чуть пытается сделать. Так, присоединяемся, погнали. Так, здорово всем ещё раз, ребят. Ждём Ваню. Ваня там что-то, наверное, лепку смотрит. Это ли я не знаю, что он там делает. Может, передышку делает просто какую-то, не знаю. Вот. Ну Соло победил первую карту. Нужна вторая. Ну а вы помните про то, что надо от влога включать на премиум. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте обязательно. Вот. Обратите внимание на надпись на лан-турнир. Вы сейчас не мой канал, а же поддерживайте, а данный лан-турнир, соответственно. И можете сами в Москве прийти посмотреть его. Этот турик, который 14 апреля по нашим планам должен состояться. Я думаю, всё будет нормально. Он, собственно, и состоится 14 апреля. В какой-то момент в этой игре казалось, что Ваня нормально бьётся, но в итоге вы видели, как-то нервозно. Такие пуши вот только если сразу идут и заходят. Против Банши надо всегда королев брать в оверах, иначе не сработает ничего здесь, к сожалению, вообще. Такие пуши. Такие пуши. Такие пуши. Такие пуши. Так, ну что же, 17-го хата, кислотный завод, карта номер 2, на 5-ти часах Красный Ваня, 17-го хату Газпул он играет, на 11-ти часах синий Соул играет он, барак, Газ, Рипер, ТЦ-шка, либо фактурка, либо может второй барак, кстати, Соул сыграет, и может это Био даже будет, Соул Био раньше постоянно играл, как бы в основном, сейчас он что-то мех начал играть Ну, Артур ждет, не дождется, когда же ему будет оппонент в финале Ну, я могу сказать, что очень скоро будет уже, либо через одну, либо через две игры Так, пошли инъекции, 22-22 по рабочим, по лимиту Ваня Киш, плюс и плюс и плюс Плюс еще две королевы. Третья хата поздняя, зато здесь две защищены неплохо. Так, а, собаки камни пушивают. Ну, сейчас надо скорости дождаться вообще. И, соответственно, пойти, короче, куда-то там. Не куда-то, а пойти собачками и вот прикрыть бы. Этого дрона спорка за фул. Я уже спугался, что они сейчас отдаст еще и дрона этого. Вот, если честно. А, дрон-то живой в итоге остался. Все, скорость доделал. Отлично. Все, репер минус. Ну, вроде как начало неплохое. Для Вани ничего он не потерял, кроме там пары-тройки отмененных спорок. 18. Говорите, 18. А, это одна спорка, я извиняюсь. Это с газа. Три надо. Я всегда путаю, в общем-то, спорку с газом. Газ 25, отменяешь 6, теряешь. Спорку отменяешь, сразу 25 теряешь, как бы получается. 18, простите. Потому что 75 газ стоит, как бы четверть теряется. Всегда ресурсов с любого здания, как бы. То есть, с неаксуса сотик. С хатки 75. Что-то, если тоже шотик. Ну и крип вперед, папил. Мейн весь тоже в крипе. И вот это все очень четко, конечно. У Вани здесь... Вот 4 гелика летит. Смотрите. Медивак виден. Опа. А собак-то достаточно. 12 штук. Срочно. Как же Ваня медленно реагирует? Нахер ты крип здесь плодил? Нахер у тебя овер там висит? Нафига у тебя АПМ, ё-моё. 300, блин. Чтобы вот так вот прилетели гелики, и ты даже не успел сюда выбежать, как у тебя 7 рабочих погорел. Это не игра, нафиг. Ну, лучше, конечно же, в этом плане отконтроливать, стараться, но... Нужно много чего, как бы, делать вообще. Но не всегда это получается. Так, здесь арморит. Третья. Фига такая... Посмотрите, вообще сверх наглый билд тут. Банши, гелики, арморит. Третья цех. Вообще никакой обороны нет стационарной абсолютно. Гелики продолжают чужечь. И на Мэни Хелбаты, кстати, нажигают. Причём Соло хреневшее туловище, короче, качает, шатает третью базу именно геликами, на Мэни Хелбат. Он даже не трансформирует здесь юнитов своих. Прилетает Банша на королевой. Ой, Банша Либератор на королевой выйти из её ренжа. Королевой выходит. Ваня. Рабочие, правда, падают. Яйца падают. Что-то везде всё плохо. 8 дронов ещё потеряно. Но Соло тоже ресурсы тратит на этот Харас, на самом деле. И... Ну, есть возможность восстановить экономику. Либо, ну, контратаковать. Не знаю, здесь без Роучи. Были проучи, как бы, тогда можно было вообще убить. Пойти сейчас. В отличие от предыдущей игры. Прикольно, Ваня тут выкопал. Спорку сейчас перекопал. Либератора встречает. Царь, молодец. Хорошо встретил. Залетает Банша после Либератора. Да, блин. Сол, чё, упоролся. Ради одной Банши построил инвиз вообще. Да, в натуре ради одной Банши его даёт. Ну, надо эту Баншу встречать. Это вообще инвестиция будет бесполезная, фактически. Ну, чё-то Банша-то не отдаётся совсем. Уже третьего рабочего она убивает. Четвёртого, пятого. Нет, пятого. Улетел Сол сам. Спорку Ваня тут заказ очередного дрона спасает. Отменяет спорку. Поехал. Там мех. У Вани четвёртая хата. Вроде как по рабочим нормально более-менее. Но по боевому чё-то печально. И вообще милишные игры-ды делаются. А за каким, спрашиваются они делаются. Милишные вообще. Так. Гидралы пошли. У Вани, в общем, не успевает что-то он их подстроить. Здесь Туру уже просто Бэйнов покутят. Хелбаты, короче, все живут. 14 гидралисков до заказа. Но на данный момент на карте ноль гидралисков присутствуют. Только сейчас они в бой вступают. Королевы, конечно, танчат и очень неплохо. Но что-то идёт вперёд. Сол идёт и идёт. И Торы живут. Короче, всё здесь живёт. Вообще, похоже, это вообще на 2-0 очень сильно. Но пока ещё я думал, что нет. То есть, может, Ваня, смотрите, выходит вперёд. Мне девать, куда на муве-то Ваня ходит так? Ё-моё, куда он на муве-то ходил? Здесь вообще юнитов катастрофически не хватает в итоге. Приезжают ещё гелищи, ещё два танка едят. О-о-о-о, нет. Это 2-0. Не хватает Ване очень сильно, конечно, против Солу. Ну, никто не говорил, что Солу слабый. ГГ, ВП, ГЛ, пишет Ваня, ребят. Финал на горизонте. Финал на горизонте. Таак. Финал на горизонте. 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 так с артур тут уже как тут готов биться твт будет эти касса проблем значит это тоже артура неплохой ну сумму блин он так он контролер очень минус конечно это всего дела ну что тираны просто технологичные космические мужики и тираны нечто среднее зерги мясные их много и экономик там и т.д. но это не точно как говорится ну на самом деле во втором старике уже не так все однозначно здесь зерги не не всегда так пережирают короче как в первом тормозе том же старике очень и soul туалет black pink первая карта и и и и и Продолжение следует... Так. Продолжение следует... 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 Так, ну что же. Ждем старта вообще. Ждем старта. Так, ну что, финал у нас поехал. Поехал, ребят, что-то с непривычки даже сегодня подустал немного. Ну нормально, сейчас отдохнем. Завтра в 7 утра вообще ГСЛ будет, так что приходите смотреть. Кстати, в Корее время там не перевели, я надеюсь, не будет. Все раньше там в 6 начинаться как-нибудь. На это я надеюсь, если честно, ребят. АСМ готов. АСМ готов. Так, чё там за хрень? Ну что, ребят. Арктур соул, ребят. Blackpink первая карта. Арктур 7 часов красный. Соул час синий получается. Проверяется прокси. Вот. В СНГ в финал ТВТ давно такого не было. Ну как бы соул-то не СНГ, но Арктур-то у нас откуда. Это наш игрок. Я думаю, что соул здесь, конечно, фаворит вообще. Вот. И... Арктуру будет тяжело, но это не значит, что как бы он не победит. Я бы с кассом тоже бы сказал, что Арктур, наверное, не фаворит, но он взял касса и выбрил, например. Так, ЦЦХа вторая ставится. Там и там. Короче, одинаковые примерно билды. Только у соула, короче, газ-барак, репер, ЦЦХа, факторка. Без Старпорта раннего и в третью ЦЦХу. Смотрите, чертяга играет. Это видно ещё, что ночью хочет её поставить. Вот, а здесь Старпорт есть. Может, банша зайдёт от Арктур вообще. Так. Какие игры? Разные игры люблю. Вот. Но... Помимо исканий на что время особо нет. Короче. Вердос тут мог соула тоже сбрить, но... Немножечко не хватило ему. Циклоны там и там строятся. У соула вообще два строятся циклоны. Новейший просто мулынищ. Смотрите-ка, чё делает. Ё-моё, Арктур великолепно на халяву сюда пришёл. Просто, смотрите, выбил двух мулеев новейших. Ух, пытается уйти, при этом всё. На муве просто уходит. Царь вообще неужели уйдёт? Ай, рипер не ушёл. Но гелик зато уехал спокойно домой. Ему вообще насрать на этих риперов всех. Куда-то он пошёл. Ага. Четыре марика циклона. Арктура к соулю летит. А дома что? Дома два марика танк. Есть бункер. Кстати, бункер-то можно вычинить. Соул... Так, а чё соул делает? Соул как-то как будто бы заванговал, что здесь его что-то ждёт. Такое агрессивное со стороны Арктура. Артур, что ты творишь? Куда ты зачем-то летел бы? Мимо вообще чё он? Зачем Арктур это делает? Ты не понимаешь. Ну, зачем это было делать? Я, понимаете, не... Нахрен было драться с двумя циклонами, сейчас пытаться, если шансов было просто минимум, короче. Весь Хараскату под хвост в итоге. Ну, соул встретится цеха готова. Короче, всё плохо как-то, если честно. Так, и Армори пошло. Опа! Арктур-то в мех вообще играет. Ой, соул, прости. Артур вообще во что играет? Артур вообще непонятно до сих пор мне во что он играет, если честно. Так как... Здесь непонятные вещи происходят. Так, медивак, четыре марика, танк летит вперёд. Здесь аж три циклона. Соул просто аркаду какую-то на центре устраивает. Но аркада ещё больше от Арктура идёт. Почему? Да потому что... Опа! Приходит танчик, надо дропнуть. Рассидживается танк на АКСМах. ВОДИТЬ! КСМ-ки выводятся. Сразу же соул танк убивает этот. Короче, всё плохо. Медивак соул сбивает моментально. А в это-то время к нему тоже сюрприз прилетает. Смотрите, танчик плюс четыре марика. И у соула проблемы не меньше, чем у Арктура. Здесь десять рабочих минус. Но, между прочим, здесь сейчас тоже пять рабочих уже погибло. Пытается Арктур подрезать танк соулу. Хорошо бомбит. Восемь КСМ-ок заминусовал. Слушайте, надо отойти под сидженный танк. Либератор на второй прилетел. Тринадцать рабочих соулу минус. Арктур уже в плюсе аж на десяточку лимита. Рабочие всё ещё падают. Танчиком бомби. Конечно, бомби их как никогда не бомбил, что называется. Двадцать КСМ-ок соулу минус нул Арктур. Улетает ко второй базе. Танк всё ещё живой. Можно и здесь похарасить. У самого Арктура, правда, третий нет до сих пор. Танк приехал на амуве. Арктур за контроль. Не контроль. Это Арктур, а зря. И Либератор. Но всё же можно увести. Нафиг сливать-то этот викинг. Медленный очень вообще. Вот. Выдвигается Арктур вперёд. Steam щиты. Так. Не понял про Twitch, что там с Twitch не то. Есть много плееров. Мне на Twitch вообще как бы, ну, плевать практически. Ну, то есть это резервный плеер просто и всё. Есть YouTube, есть Одноклассники, есть, короче, да всё есть. Как бы, есть галочка, чтобы гудгейм нормально работал сейчас. Всё, всё есть. Всё в вашем роде. Так. Заезжает Гелик. Ещё он один-то здесь приехал. Так. Сиджица Арктур. Чуть не просрал Медивак сейчас. Но продолжает бомбардировать третью ЦСФ. Вроде Сол приехал Геликами и уехал. Слушайте, ну, нормально Арктур. Хараси здесь ЦСФ почти. Нет, ЦСФ-то не упала. Но туретка упала. Вот Сол пошёл отбиваться. Арктур Медивак. Видите, вот же он стоит. Вылечит и пацанов-то здесь. Мариков-то этих. ХП. Два ХП у Медивака. Дичь какая-то. Улетает ЦСФ в другом направлении, я так понимаю. Вот понимаете, у Сола мех. У Сола просто грейды. 1-1 сейчас будут. У Арктура, блин, только вот этот выход и всё. Грейдов вообще по нулям. Где хоть одна инженерка? Вообще, как Арктур побеждать собирается без апгрейдов? Вообще, абсолютно. Выбивает, Сол, короче, эту блокаду свою. Ну вот, пока Арктур сюда летит. Он, конечно, здесь дропнется и, наверное, даже что-то зашатает. Но Мех 1-1 против Био 0-0 далее. Это вообще о чём разговор-то? Стим будет? Да, Стим готов. Стимится Арктур. Начинает рабочих шатать уже. 10 минус. Танчик здесь минус тоже. Елики вообще на муви бегут. Сливаются сюда, в хлам. Смотрите, как моряки дерутся. Хорошо, Арктур всё убивает вообще Солу. Всё убил. Вы посмотрите. Один танк с Саной остался. Не, два. Не убил. И тот танк улетает и дропает сюда же. Зачем сюда-то дропаться? Опять я чуть не пойму. Так, попытка забрить танк. Уже лучше, мол, сбил нового, реально. Ещё выдвигается группка небольшая. Так, Викинга Арктур сбил. Улетает сюда медиваком. Пригодится он юнитов лечить. 123-77. Слушайте, походу, 1-0 Арктур. Блин, форма неплохая, видимо, как. Ну, тут почему инженерки такие поздние? Сейчас у Соло есть шанс благодаря 1-1 грейдам там как-то очукаться, как бы, и попытаться пробрить Арктура. Арктур вообще мимо к Соло пролетает, прямо на вторую. Дропается прямо под танки сюда. Танки свои щитжет, биостимится. Танки Соло падают. Соло пытается отбиться. Не, братан, походу, здесь уже... Или нет? Ну, вот 1-1 грейды решают. То есть здесь ещё нет пока. Не победа далеко для Арктура. На мейн залетает два марика. Какой-то мародёр. Хотя нет, здесь просто додавливает с приростом. Видите, сколько бежит всего сзади. ССФ пытается... Арктур с близкой СН пытается переехать куда-то. Переехать. Они не могут ССФу. Надо не упускать. ГГСО пишет. 1-0 Арктур. 0-0 Арктур. 2-0. Продолжение следует... Ну, посмотрим, случайно ли это или точка будет поставлена далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же... Арктура 1.0, ребят, карта номер 2. Называется она Затон. Вот вам и Затон. Что-то соул паузу просят, не знаю, что случилось. 300 пинг, не знаю. Спасибо. Спасибо всем, ребят. Что-то мужичок молчит, ребята. Где же подержат Турика? Нашего будущего. Можете и этот тур также подержать. 300 пинг сказал. Лол, соул его дропает. Ну, ё-моё. Польский интернет. Это он называется. Походу, или что это как-то. Ну, придётся ждать, соул и чё. Чё за прикол? Чётко от Арктура дропнуло. Чё за прикол? 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 Сугрид, давайте из репки, я там что-то уже построил какую-то хрень, короче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же, ребята, Арктур Соло, Арктура 1-0 ведет. Из репки начали, у Арктура, я вижу, здесь через два газа опенинг у Соло, другой немножечко опенинг у Соло через СЦ-ху и двух риперов в Акторку вообще. Так, Арктур пытается улететь от Соло, два рипера на хвосте сидят, но нормально, Арктур уйдет. Вот у него тоже второй рипер и циклончик. СЦ-ху заказано. Второй циклон заказано, здесь с реактором циклонов устроится. Похоже, что... Да, Арктур, куда ты лезешь-то, балбик-то, ё-моё. Зачем ты так неаккуратно делаешь, Соло сзади погнался, ничего не поймал, кстати. Циклонов вперед, риперов чуть сзади, по крайней мере одного можно вывести вперед рипера, зелёненького красным отступить. Ну и, кстати, между прочим, Соло вообще нечем встретить Арктуровский этот выход. А в Арктур это циклон будет, заходи, куда ты летишь, здесь ничего нет на второй. Вот, как раз на рампу, смотрите, там два рипера ушли, так их циклон прям сразу встречает. Арктур мимо проезжает, чё за дела, здесь сейчас тоже циклон будет готов, кстати говоря, через несколько секунд, Соло-овский. Но марики-то падают до того, как циклон готов, Арктур в итоге пытается пробрить циклона. Его Соло пытается вычинить, и, кстати, похоже, зачинит его или нет. Не, ДПС гигантский, марики мимо идут, марики, да, отбивается в итоге Соло. А как же здесь? А здесь циклон риперов выпилил, короче, Арктуру надо было здесь больше урона наносить, как мне показалось. То есть он долговато на мейн заходил, ну и... Да, и здесь циклон, если бы он контролил рипера, бы через Аклик послал, здесь бы риперов сбрил, он туда бы... Было бы нормально всё вообще. Держон, я опасен! Эй, сэм, готов! Давай, удиви меня! Так, две каких-то два барака от Соло пошло, Банша и Энвиз, у Арктура тоже, кстати, Банша и Энвиз, и у Арктура Банша-то раньше Соло вылетает. А будут ли здесь какие-нибудь эти, интересно мне, Рэйвены, что-нибудь такое вообще делаться? Вторая Банша-Соло, Арктур тоже делает. Вторую Баншу, так, пролетает мимо. Для Арктура очень хорошая ситуация складывается, то есть он прям сейчас может минусовать всё, начать, но у него нету... Ой-ой-ой-ой, у него все сканы выкинуты были, ребята, а у Соло есть сканы. И это катастрофа для Арктура, на самом деле, но то, что вот он начал первым, это хорошо, это очень хорошо. Мариков у Соло уже много достаточно, может Мариков пошлить. Банша на мейн к Арктуру влетает, у него вообще нихрена нет, заказал Рэйвена. Ещё одна Банша мимо полетела, скоро сканы-то будет вообще, нет ещё... А вот, третья Цеха есть, есть один скан, всё нормально, кстати, у Арктура есть один скан, он пытается Баншу захватить, кстати, убил. Да, Баншу красавчик, туретки делает уже раз-два, а на третий-то туретка ещё не нужна там, что ли? Так, здесь Банша Арктурская прилетела, тоже попыталась что-то сделать, ничего не сделал он. Кстати, у Соло Цеха намного-намного более позднее, чем у Арктура сейчас, это, конечно же, для Соло очень-очень плохо. Хрена себе, что это за скин-то такой, какой-то супер Рэйвен от Арктура, непонятным скином, новым каким-то походом. Прилетает Соло, Арктур достроит эту туретку, эту братанчик. Ну, что значит, вовремя не среагировать, три рабочих потерял, не знаю, каким образом Соло был на эту базу, на третью залетел. В итоге влетел, въехал в стройку Баншой, что называется, отдал её. Арктур разводит Соло, продолжает на сканчике ещё здесь. Банша инвизная, дамаженная очень, минус Марик, минус второй Марик, минус... Да, второй, и по третьему удар просто, короче. И по третьему просто удар прошёл. Слушайте, ну Арктуру такой же лимит. Вот опять же, единственное, что меня беспокоит. Вот здесь опять две инженерки, у Арктура опять, что ли, кто-то украл средства на вторую инженерку. Да нет, никто не крал, вроде всё работает, кайва. Третья цеха есть, строится всё там в ней. Этот, так, Циклон Ревен, плюс Марики с танчиком вперёд идут. Ну, тут у Соло есть чем встретить, на самом деле. Арктурчик, Арктурчик сканит, видит, что происходит. Ну, здесь-то инвазивная матрица есть, две штучки. Это что значит, что нужно убить всё нафиг? Ну, здесь щиты, и поэтому ничего убить уже и не получится. А, погодите. Не понял. Арктур Соло здесь цеху отменил, вынудил Соло здесь, что ли, заказать? Ещё не понимаю. Лимит, кстати, у Арктура больше. Третья цеха качает соплай-блоки. Какие-то нелепые. Арктур ловит. Где экстра соплай вообще? Кидай экстра соплай, вообще что-нибудь делай. Да, кинул экстра соплай, продолжается развитие. Соло грузит двойной дроп, медивайк полетел вперёд. Кстати, Арктур, смотрите, как в тылу тут туретками обнёсся, всё обнёс туреточками на третий. И он легко Соло встретит, легко здесь примет, как мне кажется, если Соло будет дропаться. Ну, кстати, если он вот так вот и так и вот сюда залетит, то, может быть, и пролетит. Но, если он полетит прямо сюда, на туретоны, то... Так, а чё уметь? Смотрите, какую Соло позицию имбовую тут придумал. Хитрожопый Соло. Ничего не скажет. Туреточки две выпиливают. Но они выиграли, как минимум, время здесь для Арктура. И это чрезвычайно важно. Здесь турет, кстати, цеха вообще не грейженная ни разу. Залетает Арктур сам на третью. Здесь, так, Соло стимится, идёт отбиваться. Века СМ-ки Артур убил. Да, попу Арктура убил. Может быть, Рабочек имеет смысл позабирать. Отступает мючка назад Арктурчик. Всё, танк засиджил. Всё, он улетает. Аккурат, когда Соло здесь... Когда Соло здесь танки засиджил. Прямо в ту же секунду практически. Рэйвен плюс выход какой-то от Арктура. При этом всём через центр идёт. Соло может поймать, кстати, своего оппонента. Ведь он к силнагу контролит сейчас очень хорошо. Так, один медивак здесь в тылу есть, кстати, Соло. Не готов там в тылу вообще. Так, выпиливает Соло один танк. Марики дерутся хорошо. С разных сторон Соло на Арктура накидывается. Сикер по Марикам. Всё под минус бронёй. Но Соло ещё-то много. А в турель ставится. Но здесь-то можно залететь дропом и нормально надамажить. Что Арктур сейчас и сделает. По рабочим, кстати, у Арктура всё прекрасно здесь, по-моему. Нафиг контролил-то вообще. Упустил только рабочих. Могли бы, могли бы Марики сами стрелять и здесь наразваливать нормально. В итоге, короче, Соло отбивается. По лимиту Соло в плюсе. Вторую атаку Соло раньше Арктура заказал. Здесь у него Арктура армори подъехало. Но я что-то не вижу второй инженерки. Почему? Я не знаю. Её нет до сих пор. Вот только сейчас она заказывает. То есть Арктур 2-2 сразу не сможет заказать. Вот он в центр идёт. Два танка Соло обнаружит. Куда ж ты бежишь-то, ё-моё, аккуратненько бегает Арктурчик. Бежит вперёд. Соло встретил. Дамага наполучал. По Марикам Соло там настрелял ему. Грейды так и не заказывает Арктур. Здесь уже много танков, я могу сказать, у Соло. Пошла атака. Арктур, слово, с хайграунда имеет преимущество. Но чё-то Соло здесь проблевает, по-моему, Арктура. Танчик один всё остаётся. Надо как-то отступать, что ли, назад. Там сзади ещё тоже танк есть вроде. Так, ну не только не на танке к Соло лезть ни в коем случае. 46-65 по-боевому. Очень близкая ситуация. Ну, сейчас у Соло будет вторая атака. Это совсем печально для Арктура станет тогда. Так, любит Арктур проконтролить. Кажется, под танчиками побегать, под Соло. Под любыми, короче. Так, скан ещё. Вот Арктур сидится. Опять же, понимаешь, что Соло не будет разводить. Там, куда-то на мейн лететь сейчас. Ну, Соло больше намного сейчас, чем Арктура. Это очень печально для Арктура. Вот маленький стимится. Два танчика, кстати, хорошо. Арктур позиционно здесь дерётся. Прям реально хорошо. Четвёртый АЦЦХ уже внизу. 2-2 заказал. Но тут-то 2-1. Ну, не критично, конечно, по грейдам. 2-1. Ну, спора я не имею. Так, заходит Соло опять с другой стороны. Пытается развести Арктура. Как может, он только разводит его. Есть Либератор 1. Надо сверху заблокировать танчики. Здесь Танчик 1 не защищен. Соло опять вперёд. Ты идёшь? Что ж ты делаешь? Арктур реагирует. Ё-моё, Либератор по танкам раскладывает. Столько б марики время протянули. Ничего не протянул здесь Арктур. Короче, 2-1-1, ребятки. Соло сравнивают счёт. Очень плохо здесь у Арктура. 70-40 по лимиту. А ведь мог. Нормально-то я сейчас контролил бы, блин. Не проморгал бы вот этот Соло врыв. Либераторов разложил сзади где-нибудь. И всё. Четвёртая цеха есть. Всё быстрее, всё лучше. Косяки контроля подводит Арктура. Ну, молодой игрок не должен быть вообще... Молодой игрок не должен сливаться на контролю Соло. Ну, я бы не назвал его ветераном, правда. Ну, такой не новый игрок. Так, Варк-13. Дроп от Близзов. Чё за дроп от Близзов? Я тут писал чё-то про Twitch, про какие-то там эти... Чё-то там я не понял, про что даже. Чё за дроп от Близзов? Чё за дроп от Близзов? Так, ну что, надо заходить в игру. Чё-то там Артур как будто бы в уфлайне. Такое ощущение у меня. Ну, нет, вот не уфлайне он. Такое ощущение у меня. Такое ощущение у нас. Так, рекламку пилять. Третья карта. Поехали. Ну, не в одну калитку уже, как вы видите. 1-1 счет. 1-1 счет. 1-1 счет. 2 прокси-барака от Арктура против 2 прокси-бараков со стороны Соула. Кто кого переконтролит, тот и папа, собственно говоря. Здесь очевидно, правда у Соула на рабочего больше. Зато у Соула тайминг крипера на несколько секунд. Медленнее он, как бы, выходить будет. Никто, главное, не разведывает ничего вообще. Так, у Соула куда точка сбора? У Соула рядом вообще с бараком точка сбора. Через мне кто первый ворвется вообще. Так, готов Риппер. У Арктура чуть не хватает минералов здесь на третьего. Вот только минералы вошли. Здесь Соул прям на ХГ прилетает же. Арктур сам к Соулу прилетает. Смотрите-ка. Ну что, пошло шаталец. КСМ-1 Соулу. Соул сам к Арктуру врывается. Арктур будет как-нибудь реагировать на это вообще? Пока никак. Арктур контролит. Риппер краснющий. Но. Расконтролит. Расконтролит Арктура. Это очевидно. Надо больше Рипперов построить в этом раскладе. Пытаться побольше ресов добыть Арктуру. Но у него что-то меньше пока. Но он раньше немножечко Соулу начал проблевать. Зачем Арктур вообще реагирует на Соулу? Как бы идет как-то вперед. Но Артур правильно абсолютно газ таскается. Смотрите. То есть он не дает Соулу. Пытается не дать Соулу добыть. Газа сейчас. Куда Риппер отстреляет? КСМ-ок. Кроши. Да, крошит КСМ-ок. Так. У Арктура уже все там потеряно. По-моему, у Соулу что, ребята? Интересная игра у нас получается, я вам скажу. У Соулу что-то минералов больше осталось-то, чем у Арктура. А у Арктура что там Риппер этого до заказа еще есть? Да, смотрите, у него дофига до заказа на Рипперов. Депоху главное не терять быстрее. На Депохе как может быстрее Соулу минусовать? Вот одна минус сейчас Соуловская Депошечка. У Арктура горит. Депончик сейчас один. Оп, слава богу, этот Риппер достраивается. 5-4 этот пацан. Вот этот не сможет достроиться здесь, к сожалению. Один из Рипперов Арктуровских. Что у нас по лимиту? 6-6. Так, ну у Арктура нет соплай-блока. И у Соула, кстати, нет соплай-блока. То есть и один, и второй все достроят абсолютно. Но у Соула все, Ресов-то нет. У Соула Рипперов меньше сейчас будет. У Арктура два строятся, у Соула один всего вообще. Здорово, Олдку. Куда ты? Арктур лечишь, подлавливает Соула. Первым стреляет, первым атакует. Рипперов Соула меньше. Царь 2-1, Арктур. Ребятки, это ГГ. У него на Рипера еще больше строится. Вот это игра получилась. А что ГГ-нчик-то писать будем, дружбан? Ты что, блин, Соула? Не хочет проигрывать, чертяга. Начал тут таскать мулейми, блин. КСМ-кой начал таскать. Да не, мулов, братан, надо убивать. ГГ, Соула пишет 2-1 вообще. Да, а что мне подключать? Надо сегодня было подключать. Сегодня ГГ, ой, этот, по микап. А когда я теперь еще на Твиче что отстримлю? Это же непонятно вообще. Твичество. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, зовет SoulArctur, но Арктур попросил пару минут Все, заходит Арктур ДimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, кстати, Арктур живет, насколько я помню, в Москве Так что, ребята, это один из потенциальных участников нашего Лана 14 апреля вообще как будто Так что можете поддерживать, соответственно Меняя мой канал, чтобы Лан мы могли осуществить, ребят Четвертая карта, Арктур против Соула Вот, и... И это карта под названием Катализатор В этот раз Арктур не играет Прокси, Сол тоже не играет Прокси Арктур играет Газ Барак Интересно, во второй ли Газ или в ЦЦшечку, факту, не знаю У Сола тоже Газ первым был И, соответственно, вполне возможно, в ЦЦенчик будет играть Проверяет, короче, ребятки Арктур Прокси и идет в разведку Прокси только на 6 сеть, правда, проверял В общем, здесь его быть не может, не знаю Вот Преджедимэстеран Кто такой царь? Царь это я, как бы Про что ты говоришь, я не знаю Ладно, я вообще не знаю, про что ты говоришь, в принципе Так Заказан Риперу Арктурщика КСМщик Соула приезжает Арктур ныкает в свой КСМ внизу Здесь тоже КСМка с КСМкой рядом ходит Ну, надо выходить, ЦЦен ставить просто Ё-моё, Солу не помешал даже Арктура его заказать Сам тоже заказал, правда На секунду позже, даже на 2, может, не, на секунду примерно Так Пока что планирую я ГСЛ, да, утром стримить Пока что планирую Но, наверное, завтра, кроме ГСЛ, я вообще ничего, скорее всего, стримить не буду Вот, буду отдыхать, короче Хотя в воскресенье тоже особо нечего стримить Ну, скоро веск начнется, как бы, там много всего будет впереди вообще По турнирам Так что Все будет нормально Так А что там депуха, депуха от Арктура добавляется Все, что у нас заказано Марики с реактором пошли Здесь Рипер, Геликов, Старкворд А у Арктура Тоже Гелик, тоже Старкворд Ну, кстати, стандартно, абсолютно Очень похожие билды Чуть там на секундочку ЦСеха раньше у Солу Но это ничего ему не дает Потому что, например, обреталка вообще в одну секунду заказывает То есть Солу чуток завтыкал Тут решит тот В этой игре решит тот, кто лучше сконтролит, на самом деле Тот и победит, скорее всего Вот Хотелось бы верить мне лично, что это будет Арктур Но вот он уже Рипера просрал своего Зачем-то, я не знаю, зачем он это сделал Как бы И в итоге у него уже хуже тут армия будет, получается Так, циклон с медивак То есть это дроп, опять же, Мариков с циклоном Любимая от Арктурчика Рипер Гелик от Солуа вперед выдвигает Снимаем, что Арктур ждет на ХГ Почему он внизу ничего не прикрывает? Сейчас приедет Гелик, нафиг, минуснет там этого с Рипером, короче, рабочих Так, сейчас выйдет, циклон, кстати, готов Да-да, циклон готов Смотрите-ка, Гелик едет, циклончик встречает, привет, передает А тут что? А здесь минус Риперонс Гелик с Мариками летит вперед Шесть Мариков, один Гелик и циклончик поехал Старпорт, кстати, на лаву будет садиться А еще в Ревена сейчас, кстати, можно выйти и вообще забрать Гелик, Арктур забирает Солу Баншу Солу дома, поэтому оставлять Вот, кстати, идеально было бы Мариками с циклоном Сбить бы эту Баншу бы сейчас Вообще бы просто круто было бы, конечно Но это будет непросто сделать вообще Это будет непросто сделать И это очевидно, что это будет Так, а Банша-то улетела, между прочим, ребят Марики приходят! Куда ты, Арктур? Зачем ты Гелича-то отдашь? Марики шесть штучек на мейн Гелич на второй Сол везде затерпел Просто сейчас Дома у Артура Ревенок Сейчас поможет Хорошо получается-то Артур, грузись И улетай отсюда Танк не надо на танк дропать, конечно Ревен буквально несколько секунд осталось до него 35-28 парабам Вот она, Банша прилетает Ребята, ловите, Артур Вадик КСМ, куда что-то там Отдает на му И в это время контролит Мариками танк можно минуснуть Танк еле живой Если танк погибнет, то КСМки гибнут Начнут смотреть, там гибнут КСМки Так Контроль от Сол Круто 11 рабочих Артур Солу забрал Только посмотрите на это Вот там демажные КСМки Артур, что ж ты делаешь? Вон они где дамаженные-то ездят Ё-моё Артур ничего не фокусит Это очень плохо Со стороны Артура, конечно Ё-моё Инвазивную матрицу кинул в молоко вообще Артур сейчас кинул эту инвазивную матрицу Ещё одна Банша здесь прилетает И Марики, кстати, от Солу вперёд идут Лаба на факте ещё не готова Инженерка ещё не готова Мулы от Арктура летят Очень опасная атака со стороны Солу Идёт Арктур, аккуратней будь Ты чё творишь? Так КСМки нам уедут, отдаются Начинается проблема у Арктурчика Баншу Сбивай Рэвену, потерял Ну куда что я его потерял-то? Скан есть? Нет скана ГГ Пишем, выходим, чё за... Ну что за... Ну как можно было Рэвена не законтролить сейчас? Ну Сол такую херь делает, а? Ну как можно было не сконтролить этого чёртова Рэвена? Просто покуснул ключевого юнита и победил Сол на ровном месте Просто здесь Марик... Хотя я ещё не победил, там Марик-то героический Сражение героическое просто проводит Этот чёртов Марик... Он этого Марика, Сола, этим Мариком затрепал Вообще всё экономит... Так, танк от Сола приехал Сбитый Баншу уже, тут Сану Арктур сбивает Баншу Так, будет он отбиваться с ЦСХ и лететь? Сол все юниты направил свои сейчас в атаку к Арктуру сюда Арктур пытается отбиться с КСМками Танк надо фокусить, танк фокусить нормально Танчик свой Сиджит Арктур по Марикам прилетает неплохо По лимиту близко очень, но Сола больше всё равно, чем Арктура Марик всё-таки этот погиб Самое главное, что Арктур выжил Кстати, у Арктура есть стимы щиты А у Сола борода, ё-моё Ни стима, ни щитов, вообще ничего нет Медиваков бы парочку Арктуру сейчас закатили Хотя бы в этот грузануть Мариков и полететь, ломать там всё вообще вокруг Почему бусты не используются, понять А, используются бусты, я вам вру Используются бусты, загружаются Марики сюда Всё летит вперёд, танчики добавляются Какая игра, какой контроль, слушайте, Арктур демонстрирует нам, что он умеет контролить Ну вот чёртов, Марик сейчас всё спалит вообще Арктур, ну что ж ты творишь-то, куда ты летишь, братан Марика на Марика дропнул Развёл, загрузи его, посади, полети вперёд Куда летит Арктур, почему... Так, вообще никуда Арктур не летит Здесь ещё один Марик Короче, ребят, какая-то печаль полная Здесь дропаются два Марика, Арктур 3-4 И чё он делает? Не понял я, чё Арктур делает Ребят, ему срочно надо какой-то урон нанести, соул Здесь всё ещё... А, здесь Банши всё понял, он не может Ё-моё, это ещё Арктур круто контролит на два направления Здесь же его Банши убивают просто До Мэйна долететь не получилось Если бы не этот ссаный Марик, выведенный соулом вперёд Конечно бы Арктур бы сейчас уже решал бы в этом финале Марики бы дропнулись и на стиме бы там наразваливали бы Но в итоге они, ё-моё, Банша опять прилетает Соуловская начинает крошить всё везде Всё очень плохо становится, резко, прям резко Опять нет скана Опять скан пошёл И Соло успеет Баншой уйти Ай, успел, успел, успел уйти, говнючочек Соул Переживаю за Арктурчика, сами понимаете Дроп с мэйна улетает на второй Здесь Марик погиб Баншу всё-таки Арктур сбил, наконец-таки Но это ещё не вечер, ещё можно какой-то Хороший выход было бы сделать Арктуру Но не надо так вот на муве сливаться вообще Не надо так на муве сливаться То ЦЦ Арктур, Клива ЦЦ поставил Да не, вроде нормально стоит ЦЦ Так, два танка сюда, часть вообще туда Куда всё летит-то, я чуть не понял, куда всё двигается Соул сам, кажется, собрался куда-то выдвигаться Но боевой лимит фактически одинаковый Но у Соло, вот, например, сейчас Грейт на атаку будет А у Арктура его нет Арктур будет... Ааааа, всё ясно Арктур пытается, похоже... А зачем ему на мэнь-то залетать, я чуть не понял Сканит Арктур, видит, где Соул находится Танчики на лоу-граунде дропаются Сканит Соул, видит, где Арктур находится Танки надо снижать сейчас Соулу бы самому бы Арктур дропает ещё танк на ХГ Перевести, может быть, что-то ещё немножечко на ХГ Это Арктуру или танк снизу засидишь Он вообще там не в бою абсолютно Так, Соул со всех сторон ломится Даю вам вижен более высокий Арктура танки бомбят очень неплохо Снизу здесь всё на муве сливается сбоку По лимиту практически, кстати, выровнялась ситуация Два марика Арктуровских дропают сюда на ХГ Что за чудо игра творится? Арктур еле живой здесь и... Так, танчик убил Соулу Но здесь марики с медивака дропаются Арктуру не получилось продавить У Соулу плюс один грейд подъехал Прирост Арктуру вовремя не выявил И в итоге Соулу всё хорошо Но ещё, кстати, игра не кончилась до сих пор Даже самое удивительное Ну как только у Соулу 1-1 У него уже марики доминируют Как 1-1 будет, там уже всё, короче, печально будет Пытается Артур в центре законтролить Зря медиваков потерял Ну такое, я бы сказал, напряженное Прям ТВТ, Соул вперёд выдвигается От Арктура контр-дроп Здесь тёмная зона есть Вот сюда 16 мариков дропят Только прям сами минералы, главное Арктуру не лететь А вот сюда аккуратно Ну нахуй Бля, ну я не знаю Ну дропнись ты, сныкайся ты просто нормально Сныкай своих мариков Куда же ты дропаешь, ты их нахера дропать-то под здание вообще Ну понятия не имею Ну неужели вот сюда не дропнуть на стиме уже, прикиньте Ты на ходу стимишь по несколько мариков там отдаёшь Или у тебя 16 прям сразу выбегает Это разное ГГ это 2-2, ребята Это 2-2, надо пятая карта нам нужна будет Я думаю Арктуру здесь уже просто физически не вытащить Эту другую, к сожалению Рабочие уничтожены Как бы у Соулу 1-1 Грейды подъехали Ну Арктуру здесь поспешил с этими мариками Отвечаю, вот здесь бы они были бы Просто просканил бы, увидел, сколько армии у Соула На стиме бежал бы, убил бы всё Пока Соул здесь грузился бы, шёл Арктуру бы уже и грубо выиграл бы Ну а так печально всё, ребятки Марики артуровские набегают Соуловские на 1-1 просто разваливают кабину всему, что только можно вообще Так, ну второй базе Соул прилетел Не, время ГГ писать, да Пятая карта нам, все карты понадобятся здесь Вообще в этой игре, я смотрю Ну чё, неплохо, в принципе, неплохо Ждём хост Пятая карта нам, все карта нам, все карта нам Оставляем,onte Олево Абфаката Так, прыгаю в игру. Так, прыгаю в игру. Так, на ютубе выкладывается только то, что стримится из игры. Например, сегодняшний турнир точно будет выложен на ютубе. Вот. Ну, а другие не выкладывают сюда, соответственно. Ну, а вам всем привет, поддерживайте мой турнир, меняя мой канал. А именно, это будет поддержка нашего лан-турнира 14 апреля. Кто так делает, всем спасибо большое вообще. ТСМ готов. ТСМ готов. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что происходит-то? Ну зачем рипера-то отдавать? Ну циклон сюда едет. Чё арктур делает? Вообще не понимаю. Взял, рипера отдал. Зачем? Всё, сейчас мы из-за таких моментов... Ну вот, пожалуйста. Второй рипер вперёд летит. Там уже циклон вышел. Ну что вот это вот такое? Ну зачем? Ну блин, круто. Всё, цеху отменил. Три марика здесь. Куда ты риперов-то ведёшь? Они дамаженные. Возьми их, соедини вместе. Видно, что АПМ хороший. Контроль у Артура хороший. Ну спешит. Участ поспешил. Риперы далеко друг от друга. Один вперёд вылез. Соул подкатил. Мариками одного забрал сразу. Всё, провалился. Провалилась вся атака. Так вот были в два рипера недамаженных КСМ-ка циклон. Заехал бы против трёх мариков. Там даже четырёх, блин. Пробрил бы мариков. Там разменялся бы. Ну потом циклон вышел с рук. Соло отбился с другой стороны. Но посмотрите на лимит. Соло-то экономика в плюс. У него всё лучше тут просто. Так, марики плюс ещё один циклон переотлетят. Арктур объезжает соло зачем-то сбоку. Зачем он объезжает его сбоку? Я понятия не имею. Ещё три марика полетело вперёд. Арктур всё берёт в атаку сейчас. Опять размен сейчас начнётся. Жёсткий, кстати, размен. Бескомпромиссный, я бы сказал бы. Так, циклоны Арктур соло убивают. Хорошо, он начал первым бой. Это важно в таких разменах. Это очень прям важно в таких разменах. По лимиту даже в плюсе небольшом. Оказывается, Арктур выходит викинг. Он бонус имеет по циклонам. Циклоны падают. А соло приходит мариками с ним. Циклоном танчик сидится от Арктура. Ну, блин. А есть чем прикрыть танчик-то этот? Слушайте, нормально. Танчик набомбил. Мариков тут складывает. Арктур танк. Сол пытает что-то сделать. Арктур в плюсе по лимиту. Как же я переживаю. Ну, Арктур вроде тащит по чуть-чуть. Здесь я бы сказал. Даже. Вот это что было? Бля, что это было просто? Куда Арктур летит? Его там убивают, а он полетел куда-то. Ну, как можно было сейчас улететь? Ну, куда ты летишь-то? Ну, это что за бред-то, бляха-муха? Все окружило Арктур. Ну, Сол сейчас заберет всех юнитов. Улетит. Так, залетает Арктура. Здесь уже Мариков дохрена просто. КСМ. Короче, проигранная игра. Реально. Сол дает тебе выиграть. Ты ее проигрываешь все равно. Зачем? Еще, конечно, не ГГ пока. Но там и банши. Хотя у Арктура уже туретки есть. Ну, вот куда? Вот видел же, что Медивак здесь летает. Нафига он всеми улетел юнитами? Ничего вообще не было просто. Ничего у Сола. Так, продолжаются шаталити на Мэйни Танк плюс Марики. Кстати, хорошо шатает Арктура на вторую. Либератор своевременно абсолютно подлетает. Куда ты за танк-то ушел? Опа, успел улететь. Я думал, Арктура до конца бой хочет проводить. А нет, не хочет Арктура до конца бой проводить. Сол реагирует на Либерка. Один КСМ-ка всего одна уничтожена в итоге. А что под Либератора-то сейчас? Что бы не разгрузиться, кстати? Сол идет, типа, отбивать там все. Артур пытается развести. Надо Либератором улететь на Мэй. Смотрите, здесь хороший танк плюс Марики. Сол залетел Баншой. Где она? Слилась, да? Походу, Банша слилась. Так, здесь можно Мариков разгрузить и побомбить танчиком с лоу-граунда. Как же убого! Либератор разложен! Куда ты его раскладываешь-то, бля? Не хватает, короче, Артуру мультитаска. Это очевидно. Здесь просто он нервничает, он делает какую-то хрень вообще. Вот Либератор криво. Просто вот с контроль. Вот все, вот ведь грамотно все делает. И танчиком здесь приманка Марики. И Либератором вот сюда сместился. Да как разложил-то отсюда? Залетит, чтобы он вот сюда, чтобы Марики в круг вынуждены этот с Саной были заходить и отдаваться. Марики, ооо, короче, у Артура ничего нет в итоге. 17-39 по-боевому. Стиму Артура более ранний, но Сол вперед выдвигать. Что у Сол вообще есть? 17 Мариков, два танка, там Банша какая-то. Кстати, танк здесь вообще не прикрыт ничем абсолютно вообще. Кого-то... А, Стиму нет? Да, нет Стиму Артура, к сожалению. Скан будет вообще, нет? Скана не наблюдаю, что у Артура... Да, нет Скана, ё-моё. У Артура нет Скана. Похоже, это победа Соло. Но Артур молодец, сражался как лев. Как говорится, от кого еще было ждать. Ну, от других игроков было ждать возможность такого расклада, но... Короче, все печально, ребят. Не удавался Артур сам сабу здесь как-то. Здесь один танчик слил Солу, правда. Не, еще шансы есть. Боевой-то одинаковый почти, как бы, Стиму Артура раньше. Правда, щиты у Солу уже делаются. Да, вычиняй ты, Викинга, ты-то дома, на... Ну, куда все это летит? Зачем это все туда летит? Викинги есть, все есть, блин. Контроль нормально. Все будет ок, просто. Куда-то Артур собрался лететь против Сола опять. И опять, как бы, Сол тут рядом вообще находится. Может, успеет Артур разгрузить, медивак-то забрать. Да, смотрите, кто разгрузился, забрал медивак. Ну, кто хочет что-то ему. На 98.83, ребят, Сол здесь видит, что все два танчика. У Арктура, у Сола там третья ЦЦХа уже вообще. Можно, кстати, разгрузиться рядом. Ну, хотя ЦЦХу только отменять, ЦЦХу, это печаль. Надо больше стараться урона Арктуру сейчас наносить. Кстати, на мейн от Соля дробь заходит с двумя танками. Танчик падает Арктуровский. Арктур долго очень летит на мейн сам к Солу. Но все-таки долетел по итогу. Но что-то 107 на 84. На второй базе сейчас Сол пробьет, похоже, Арктура. Кстати, на мейне-то Арктуру Сола развалил. И это все даже без щитов происходит. Были б щиты, вообще бы хорошо было бы. Но тут Сол зашел на вторую. На мейне Арктура отбиться не может. Кармани ЦЦХи еще нет, получается, как бы. Короче, здесь ЦЦХа падает, ребят. Несмотря на то, что Арктуру тоже успешные действия мариками проводит. У него все плохо. Но если он сможет каким-то чудом отковыряться здесь, может, что-то, конечно, и выйдет здесь еще, я не знаю. Танк сидится. Ну, как бы, добычи-то нет. Вот в чем прикол. Вот сейчас только в кармане там добыча начнет. Слушайте, Арктура больше по лимиту. У него боевого меньше. Он Солу прирост весь вышибает везде. Но Солу продолжает агрессивней. ЦЦХа на мейне слита. Ну нахера ЦЦХ-то сливать, бля? Что за игры у нас творятся вообще сегодня? Арктур выбивает все, что видит вообще. Все выбивает. Куда ты ЦЦХу фокусишь? Тебя марики убивают. Что он делает? Бля, прирост рядом. Арктур ЦЦХ фокусит. Ну, молодец, блин. Солу полетел в карман. Здесь нечем Арктуру ответить на вылет туда. Проход закрыт еще здесь. Вот что печально. Ну, хотя Солу, смотрите, кстати, пролетел туда. А здесь-то... Да, да. Нечем отбиться, ребят. Арктуру лет. Здесь планетарка у Солу уже подъехала. Ну, чисто только благодаря боевому лимиту Солу получает. Здесь справится с Арктуром. Танк сидится. Арктур вообще не туда идет. Вместо того, чтобы вот эту группу отбить, он зачем-то вниз идет к этой группе. Танк вообще не в бою. ГГ, ребята. Блин, прикольная игра получилась. Арктур даже до самого конца. Он был близок, короче, чтобы победить. Я очень сильно переживал. Но, к сожалению, это проигрыш, ребята. Вот. Это проигрыш. Ну, достойно сражался. Сейчас в конце мог бы втащить, если бы карман вот этот защитил. Танчиков в округе поставил. Там защитил бы добычу. И, может быть, даже бы, короче... Ребят, у Зерга вечер донатеров. Почему только у Зерга вечер донатеров? Ребят, поддерживайте. Короче, меня и мой канал. Поддерживайте наш лан. Надеюсь, что Арктур там будет участвовать, если он состоится. Вот. Надеюсь, он будет участвовать, если этот лан состоится. Стол победителя Арктура поздравил со вторым местом. В призы попал. Уже неплохо, короче, это, в принципе. Вот. В общем, ребят, вам всем спасибо за внимание. Завтра в 7 утра на ГСЛ увидимся. Мне надо домой доехать. Рыбу порезать там, в морозилку положить. Забыто это было сегодня сделать. Забыли мы с Дашей. И все, всем пока. Увидимся завтра в 7 утра.